Так звучит доброта. Сейчас самое время подумать не просто о подарках, а о подарках со смыслом. Это когда ты покупаешь что-то приятное своему любимому человеку, при этом совершаешь добрый и благородный поступок. И сейчас у тебя есть возможность сделать именно так. Приходи в Литуаль, покупай любимый аромат Антонио Моретти, а мы перечислим 100 рублей в благотворительный фонд «Голчонок». Ты принесешь маленькую радость детям и подросткам. Давай начнем творить добрые дела вместе прямо сейчас. Акция действует с 15 февраля по 17 марта 2024 года онлайн и в рознице. У нас в гостях Бигбаев Дмитрий Амиризович. Вот. Действительно такой сконцентрированный выстрел в определенный сегмент аудитории. Дима, скажи, пожалуйста, ну ты же не стал скучно? Я думаю, что стал, вы по первому ответу это понимаете. Если вы не согласны, вы можете подписывать вон дверь. Далеко не все наши союзы были основаны на искренних чувствах друг к другу. Да? Да. Ну у нас с Настей Приходько был скорее человеческий какой-то союз. Вот. Человеческая симпатия. Нам говорили, за кого голосовать, и мы голосовали ровно так, как нас просили. Я выкрал свой контракт. Да, я его выкрал. И сжег его. Оу, как интересно. То есть Катя возьми телефон. Один из главных хитов группы. Это фактически начало конца. Да, это начало конца. Константин Шотович его обманет, потому что мы когда с Владом общались, получилось, что Константин ему дал ненужные ожидания. Я был уверен, что я уходя, все для Влада сделал правильно. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Амиризович, куда вы дели того сладкого мальчика? Он просто вырос, я думаю. Ну, чисто технически я сейчас должна сказать, что у нас в гостях Дима Бигбаев. Но я смотрю на этого молодого человека, и мне почему-то хочется, во-первых, выпрямить спину, во-вторых, сказать, что у нас в гостях Бигбаев Дмитрий Амиризович. Вот. Как так получилось, что, друзья, давайте вспомним, что сейчас такое ощущение, что два разных человека. У нас в студии сидит молодой театральный режиссер, менеджер в сфере культуры. А на фабрике в 2007 году это был сладкий пупсик Дима Бигбаев. Я прошел самое главное, школу жизни, понимаешь? О, Боже! Все слова любви в измученных сердцах! Я был гаврошем, но только вырос и еще не понял, кто я теперь. Что с тобой опять не пойму я? Скажи мне, что давно о трудом тоскуешь. Я обычный парень. Никогда не пытался что-то особенное из себя изобразить. Боже, как же страшно. Всегда старался быть очень искренним по жизни. И прежде всего быть искренним с тобой. Мне всю ночь фабрика снилась, чтобы вы все провалились. Здравствуй, красивая жизнь. Здравствуй, красивая жизнь. Я хочу быть первым на нашей эстраде. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Амиризович, куда вы дели того сладкого мальчика? Он просто вырос, я думаю. Мне кажется, те трансформации, которые с людьми происходят с течением жизни, это прекрасно, если они ведут к какому-то росту. Для меня всегда было важно быть автором, создавать произведения. И вот сейчас как раз я такой автор. Тогда я был исполнительный. Нужно было быть убедительным и визуально, и аудиально. В общем, различными способами. Сейчас я автор, поэтому чуть-чуть все более глубинно и осмысленно, нежели это было раньше. Дима, скажи, пожалуйста, ну ты же не стал скучным? Я думаю, что стал, вы по первому ответу это понимаете. Мы сейчас только что отрезали целую часть аудитории, которые подумали, интервью подушным. Нет, 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 я хочу спасти это интервью. Да потому что не может быть, чтобы тот сладкий пупсик так просто взял и исчез. Но ты слышал, Даня, ты слышал? Дима сказал «вы». И все. Я сейчас, я не могу, друзья. Дима, почему вы? На самом деле я же делаю много разных проектов, в том числе с участием достаточно высокопоставленных людей. И когда я только пришел на работу в департамент культуры, на одном из совещаний я позволил себе не тактично назвать руководителя на «ты», после чего повисла такая серьезная пауза. И, видимо, в голове я принял решение, лучше я буду всех называть на «вы», чтобы не вляпаться в эту историю еще раз. Потому что после этого меня на совещание какое-то время не приглашали, потому что тыкать руководителем нельзя. Димочка, я не руководитель. Мы с тобой в одном проекте были, Дима. Я своя. Вы и тогда были для меня «вы» на самом деле. И сейчас остались. Тем более, что вы теперь лауреата премии ТЭФИ. Я вас с этим поздравляю. Верните мне того биг-байба, пожалуйста. Мне кажется, мы не вернем этот вайб от 2007-го. Дима, пожалуйста. Нет, давай. Хорошо, давайте. Фу, блин. Теперь я уже начинаю. Все. И так не должно быть. Я буду все же на «ты», мне так как-то проще. Но если тебе комфортно, ты можешь перейти на «ты» в любой момент, Дима. Хорошо, спасибо. Потому что на самом-то деле, я понимаю, что Дима теперь тоже другой немножечко, но на «вы» переходить не могу. Отмотаем лучше туда, в самое детство, когда Дима Бикбаев приехал из холодного Уссурийска покорять Москву, которая тоже не сразу встретила тебя тепло. Да, это правда. Давай вернемся в те годы. Покорение Москвы. Зачем 14-летний мальчик? Вообще-то Уссурийск не ближний свет, серьезный шаг, школа незаконченная. Зачем поехал? В какой-то момент я действительно, вот все конкурсы, в которых я участвовал, от рисования до танцев, вокала, художественного чтения, я действительно выиграл все, ну, в своей возрастной категории. И это подтолкнуло меня к мысли о том, что, наверное, стоит расти дальше, что-то нужно делать. Так сложились жизненные обстоятельства, что получилось переехать. Поддержали родители в этом смысле. 14 лет мальчику, я, предположим, мама твоя. Я не знаю, как бы я тебя отпустила в незнакомый город, несмотря на то, что брат там живет. Да, но это была красивая легенда. На самом деле переехали мы всей семьей. И, конечно, в Москве было достаточно сложно, потому что Москва не сразу строилась, и, конечно, слезам она не верит. То есть все это испытал я на себе, и мои родители тоже. Собственно, я был не один. Красивую легенду сочиняли как раз аккурат к фабрике. В этом принимали участие некоторые креативные продюсеры, которые с нами работали. Я переехал с семьей. Нет-нет-нет, Ян, это не вы. Вы были ведущие, и потом отвечали за наши дневники, если мне память не изменяет. Не изменяет Дима, не изменяет. Вот. А сама эта легенда, она была придумана. Сейчас я могу об этом сказать. Поэтому, друзья, не верьте тому, что пишут в интернете. Я переехал с семьей. Я переехал, мне было, наверное, лет 13-12. Сейчас уже не вспомню. Достаточно давно это было. Закончил школу здесь, в Москве, и поступил в ГИТИС в 15 лет. И на фабрику я пришел уже третий курсником ГИТИСа. Много снимался в кино. То есть я пришел не совсем такой, нулевой артист в этом смысле. Вот это просто, на самом деле, история красивая с переездом в одиночку добавляет романтических красок в твой образ. Теперь как режиссер, наверное, это... Ну, я уже не являюсь исполнителем, поэтому я могу уже не сочинять себе красивую биографию. Могу говорить, как оно есть. А есть оно так, что переезжали мы все-таки всей семьей. То есть получается, что вся семья Бигбаевых переехала в Москву. Да. И вы все покоряли этот город. Да. А как, куда устроились родители? У нас было очень непросто, потому что в Уссурийске я был... Мы были на особом каком-то положении, потому что и папа был даже депутатом еще при советской власти. То есть все, так сказать, такая состоятельная семья мы были. И настолько неплохо жили, что даже могли себе позволить там достаточно высокий уровень жизни, скажем так. В связи с этим у меня никогда не было очень много друзей, потому что многие завидовали. Но я тогда не понимал, что действительно вся страна, особенно в маленьком городе, все живут в определенном... в определенном... в определенных обстоятельствах. И повышенный достаток может вызывать у детей агрессию. Я тогда не совсем понимал, почему не все хотят со мной дружить, не все хотят со мной общаться, даже учителя. Поэтому это было не совсем такое наполненное детство, там, с счастливыми переживаниями во дворе и прочее. А переехав в Москву, так случилось, что мы рассчитывали на то, что там сложится бизнес, еще чего-то. Но в итоге все пошло не по плану. И аферы были, и все пришлось продавать. И были периоды, когда приходилось продавать, ну, буквально вот все, что было нажито в Уссурийске, мы продавали для того, чтобы хоть как-то выживать. Мама пошла работать продавцом в магазин. И она уже была, так сказать, прекрасная. То есть, понятно, ну, все эти, да, вот... Я ее видел в украшениях всегда, в каких-то, значит, нарядах дорогостоящих. А потом вот следующий, да, вот кадр, она торгует за прилавком. Ну, она у меня с сильным характером, буквально через там какое-то количество времени, она уже стала директором магазина от продавщицы в Москве. Папа пошел работать официантом, потом стал директором тоже, а потом открыл свой бизнес. То есть, сложно было первое время, да. Но вот этот достаток, который у нас появился, он появился как раз вот параллельно с «Фабрикой звезд», когда я только попал на проект. И какие-то вот, например, в ГИТИСе я не мог платить за свое образование. За первые два года платил спонсор театра, потому что так решил художественный руководитель, который взял меня к себе на курс. Потом я начал активно сниматься в кино, в том числе мои сериалы показывали перед «Фабрикой» на первом. И это, конечно, было такой тоже большой жизненный выбор, все-таки кино или эстрада. В итоге пошел в эстраду. Конечно, навсегда пожертвовал кино. Но такой был выбор, так я тогда принял такое решение. Ну и вот потихоньку появился достаток. Ух, это ты сейчас рассказываешь про какой период? То есть, вы переехали в 2000 каком-то там. А, у тебя с годами плохо, да? Очень плохо. Вообще-то не есть. Это удобно, кстати. Да, пожалуй. Ну, подожди, если тебе сейчас 35, получается, ну, где-то в 2000 каком-то вы переехали, у вас там было на разгон какое-то количество времени, чтобы в 2007 году уже чуть-чуть пополотнее встать на ноги в городе. Да, да. Скажи, пожалуйста, ты... Ну, то есть, у тебя не было... У нас очень много же, знаете, тоже стереотипов о людях водится. И то, что человек приходит, и то, как он себя подает, то, как он себя позиционирует, вот этот вот щит, как я теперь понимаю, некая картинка, за которой отгораживаешься от внешнего мира, она всегда создавала ощущение, что у мальчика все классно. У мальчика, он вообще весь упакован, он всегда улыбается, он всегда на позитиве. И когда ты понимаешь, что в реальной жизни за этим все не так бриллиантово, это, конечно, пробивает. Ну, нужно уметь держать лицо, несмотря на те жизненные испытания, с которыми ты сталкиваешься. Ты же публичный человек. Сейчас, конечно, тренд на то, что вываливать все нужно. А я все-таки за то, что если уж ты вышел на сцену или встал под камеры, то все-таки ты должен отдавать ответственность, осознавать ответственность, которая перед тобой стоит, учитывая тех людей, которые на тебя смотрят, как, например. Сегодня хочется поговорить с вами о важном. Вот уже три сезона мы встречаемся с фабрикантами и знакомимся с ними заново. Мы узнаем, как сложно им было на проекте, видим их непростой жизненный путь. К сожалению, такой формат, как реалити-шоу, может стать для участников не только толчком в карьере, но и причиной больших переживаний и проблем с ментальным здоровьем. За три сезона я увидела ни одного героя, который пережил депрессию, чувствовал опустошение, не понимал, как жить дальше. Кому-то было сложно жить под камерами, когда за тобой наблюдают миллионы людей. Кто-то, поднявшись на вершину, больно упал и не смог удержать популярность. От кого-то и вовсе отказывались продюсеры. Конечно, в такие моменты очень важно обратиться за помощью к психотерапевту. Во времена фабрики не каждый понимал, как и где искать психолога. Сегодня на помощь приходит Мета – сервис подбора психотерапевта, который уже на протяжении пяти лет успешно помогает своим клиентам улучшать качество жизни. В Мете самый строгий отбор. Лишь 5% специалистов попадают в базу сервиса. А благодаря максимально подробной анкете подбор психотерапевта простой и точный. А еще промокод Яна Чу дает скидку 25% на первую сессию. Хочу обратиться к каждому. Психологу можно и нужно обращаться не только со звездными проблемами. Не обесценивайте свои трудности. Если вы чувствуете, что вам нужна помощь, не откладывайте это на завтра. Мета поможет вам помочь себе. Скажи, Дима, раз уж как-то у нас интересный разговор пошел, не в фабричном ключе, что мне очень нравится, надо сказать. Скажи, не сложно ли всегда держать вот эту вот маску внешнюю? Это же тоже энергозатратно. Конечно. Поэтому я не соглашаюсь на интервью особо много. Мы заметили, кстати. Мне очень хорошо быть в тени. Но, с другой стороны, я понимаю, что, приходя на работу, на меня смотрят мои сотрудники. Если я буду ходить в растянутых майках и шортах, то о какой культуре мы будем говорить, о каких сверхзадачах мы сможем тогда размышлять. Поэтому, конечно, я прихожу в галстуки. Мне так привычнее. Мне действительно без галстука крайне непривычно. Сегодня я вот, видите, я в джинсах. То есть почти неформально. Для меня это уже неформально. А у нас калорий с рукой. Ребята, дайте, пожалуйста, общий план. Биг Бай в джинсах – это важно. Покажите. Просто я вот сижу и удивляюсь. Вот Дима слушает. У меня, знаете, что в голове? Вспомните концерт «Открытие». Кого они изображали с Марком Тишманом? И вот этот мальчик. Марк Тишман, Москва. Дмитрий Бигбаев, город Уссурист. Поясняю для тех, кто не понял. Эти двое только что изображали группу «Тату». Это не потому, что им так нравится. Ну, тогда я работал артистом. Тогда мне это очень нравилось. Тогда я ничего в этом смысле не боялся. Тем более с театральной закалкой. Ну, сами понимаете, я мог изобразить любой образ. Поэтому, да. Ну, это же первое впечатление. Оно должно быть какое-то. Вот я поэтому удивляюсь. Ну, подумайте, я к этому имел хоть какое-то отношение. Вы же понимаете. Ну, нас никто не заставлял. Но мы что, дураки, отказываться от того, что нам предлагают? Нам так предлагали, что вариантов к отказу не было. Я уже не помню, кто на моменте подписания договора с Первым каналом кто-то сказал, а вот если у меня есть комментарии из участников, если я там с каким-то пунктом не согласен. Это был ответ одного из продюсеров, что если вы не согласны, можешь не подписывать, вон дверь. И мы тут сразу как-то все поняли, что тут не обсуждают. Тут не для диалога все собрались. Здесь как раз для того, чтобы работать под конкретным руководством тех людей, которые, очевидно, в этом понимают гораздо больше, чем мы, молодые, юные. Кто-то в большей степени юный, например, как Влад Марк, был менее юным, но тоже юным. В разной степени юности. Вот теперь этот человек ты. Вот прошло почти 20 лет, теперь ты отвечаешь. Я не мучаю своих участников, своих проектов. Я, пройдя эту суровую школу, пройдя эти испытания, когда на тебе зарабатывают, на тебе... Тебя используют как ресурс. Я ко всем участникам своих проектов, какие бы ни не были, будь это певцы-вокалисты, если мы делаем какое-то музыкальное шоу, будь это актеры в театре. Я к ним очень бережно отношусь. Я не допускаю такого отношения, которое допускали к нам во время, скажем так, большого медиапутешествия моего. Как это ты грамотно подобрал выражение? Фабрика жест, большое медиапутешествие. Лучше, пока у нас никто не формулировал. Это так и есть. Потому что здесь тебе все. И публичность, и навыки презентации себя. И что-то, что происходит с тобой, а ты не можешь это контролировать. И ты не можешь выбирать. И вот тебе приходится действовать в предлагаемых обстоятельствах, как говорят у вас в театре. Но просто там не по сценарию уже какие-то вещи. Это прямо интересно, такая комбинация реалити-шоу. То есть там же нет сценария. Там есть вот эти предлагаемые обстоятельства. А вот как ты будешь действовать? А мы с вами говорим откровенно? Да. Откровенно? Очень откровенно. Конечно, поэтому можно галстук вот так. Снимай. Дело в том, как ты выглядишь, а с каким настроем ты сюда пришел. Мне кажется, это важно. На самом деле в нашей фабрике был определенный сценарий. Сейчас уже имея возможность общаться и с теми людьми, которые создавали наш проект на самом верху, а мы с ними общаемся уже в деловом ключе. Мы с ними вместе какие-то проекты делаем. Это кто? Ну вот по поручению министра не так давно звонил Юрий Викторовичу Аксюта. Мы с ним прорабатывали участие тех или иных артистов внутри концертов Первого канала. Андрей Иванович Крупатов. Мы с ним вместе разрабатывали приложение для госкорпорации «Росатом». И мы, уже общаясь, когда для нас это воспоминание, конечно, я собираю вот эту обратную связь, как для них это было. Потому что как это было для нас, ну в целом плюс-минус понятно. Как это было для них? Конечно, был сюжет. Конечно, были задачи, которые ставились на каждого из нас. Потому что нас же собирали как типажи, и потом эти типажи должны были друг с другом определенным образом взаимодействовать. Конструировались конфликты, конструировалась, самое главное, драматургия, чтобы это было интересно смотреть зрителю. И, конечно, подводили и реакцию зрителей, определенную к определенным этапам проекта. Поэтому это был такой управляемый проект. Не могу сказать, что мы жили так, как мы хотели. Только потому что реалити – это ведь отбор. Сколько вы нас снимали, да, с утра и до ночи, и на протяжении трех месяцев. Слушайте, ребятки, получается, раз уж мы здесь, раз уж мы уже на этом отрезке нашего интереса. Доехали, доехали. Да, 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 да. Давайте тогда разберем все линии седьмой фабрики, всех персонажей, и в результате, куда развитие этих персонажей зашло, и соответствовало ли оно замыслу. Слушайте, я думаю, что стоит отметить Юлию Паршута. Потому что она действительно продемонстрировала тоже невероятную стойкость. Она, несмотря на то, что у нее долго закручивалась карьера, она не потеряла веру в себя и веру в музыку как таковую. И я радуюсь тому, что она шаг за шагом, просто как ледокол, который пробивается на Северный полюс, она собирает вокруг себя публику, собирает аудиторию, она от шоу к шоу растет и вокально, и как она выглядит. Слушайте, ну просто невероятная красавица. И ведь на самом деле, положа руку на сердце, ей так выглядеть это непросто. То есть она следит за собой, держит себя, я уверен, в ежовых рукавицах для того, чтобы иметь возможность так выглядеть. И я бы ее обязательно отметил, потому что она, я думаю, тоже добьется больших высот как артист, именно как певица. Потому что ее стартовые позиции на той же фабрике были и профессионально чуть ниже, и визуально чуть ниже. Она действительно идет в гору, она растет. Я желаю ей полных залов, чтобы наконец-то она получила внутри себя и во внешнем контуре вот это вот признание в большом смысле этого слова. Большую народную любовь. Спасибо, отлично. Хорошо, тогда пойдем на другую сторону чуть-чуть. Тут все сказано дальше. Нет, я правда очень подписываюсь под Димаными словами. А мы когда подойдем к Владу Соколовскому? Да подожди, ты подожди. У нас там еще остались люди, которые сейчас пытаются и перезапускать карьеры, и кто-то еще из медиапространства. В разрезе того, что Дима-то наблюдал их старт и помнит какие-то фабричные вещи, которые вокруг них выстраивались. Вокруг Юли особо ничего не выстраивалось. У нее там был роман с Ладом, и все вроде как. Ну, как сказать, не роман, это была такая большая-большая симпатия. Да, легкие шашни. Там же на самом-то деле, мы же ребята были умные, ну что уж там. И мы понимали, что если есть какая-то симпатия, ну просто тебя чаще показывают, ты чаще в эфире. Понятно, что там далеко не все наши союзы были основаны на искренних чувствах друг к другу. У Юлии и Влада это была искренняя симпатия. Я не знаю по поводу Юлии, потому что мы с ней это никогда не обсуждали, но что касается Влада, он был прям влюблен в нее очень сильно, очень сильно. А вот все остальные союзы, конечно, не могут этим похвастаться. Подожди, как же Ашихмина Богачева? Как же поцелуй в караоке? Насколько я помню, она потом за Иванова замуж вышла, нет? Да, Иванов-то этого с Ашихмина и зажигал. У нас еще та Санта-Барбара была, конечно. Дмитрий Бигбаев тоже, кстати, пользовался тем, что когда он там что-то с кем-то кручит, показывают это в эфире. Да? Да. Ну у нас с Настей Приходько был скорее человеческий какой-то союз, человеческая симпатия. Вот то самое чтение стихотворения, которое всех так поразило в эфире и прочее, это же была не моя воля, мне рекомендовали это сделать. И как раз те люди, которые следили за драматургией нашего шоу. А я что, я увидела, смотрю красиво, смотрю, дай-ка смонтируем. Чпок-чпок. Настенька, можно пока варить с пельмешки, пойти с тобой поварить? Побеседовать. Побеседовать. На какую тему? На тему и просто кобеседовать. Давай. Пойдем в концертную студию. В концертную? Почему в концертную? Ну, просто там никого нет. Больной, что ли? Театр Лун не врубил. Я вас люблю. Хоть я бешусь, хоть это труд и стыд напрасный, но в этой глупости несчастный. У ваших ног я признаюсь. Мне не к лицу и не по летам. Пора, пора мне быть умней. Но узнаю по всем приметам. Болезнь любви в душе моей. Я не могу сказать, что это было неискренне, потому что мне объяснили, да, ты не прав, тебе нужно извиниться перед девушкой. Она испытывает глубокую симпатию, страдает, переживает. Поддержи. Ну, как смог, вышел, поддержал. Прочитал стихотворение, у нее там что-то в сердце там екнуло. Я, может, даже этого и не хотел, но так случилось. Ну, в итоге, на самом деле, близость с ней у нас возникла уже во время тура, потому что ей было крайне непросто, действительно. Она тоже с очень сложной психикой. И вот, может быть, ей как раз не надо было побеждать на нашей фабрике, потому что в итоге это ей... Вышло бок. ...сильно не помогло. Ну, да. Мне кажется, что все-таки, даже если бы она заняла второе место, это дало бы ей больше энергии для развития, для роста. Вот. И несмотря на то, что у нее был статус победительницы, в туре ей было не очень хорошо. И вот тут мы как раз друг другу очень сильно пригодились, потому что в туре мы друг друга поддерживаем. А не очень хорошо, что ты имеешь в виду? В чем это выражалось? Она очень любила позиционировать себя в противовес всего коллектива. Это была ее яркая защитная реакция. Я, а вы. Ну, то есть, да, вот так разделяя людей. А все мы в туре были достаточно измотаны, в том числе психологически. Многие были даже не готовы к такому испытанию, как больше года находиться в постоянных поездках, переездах. Ведь на самом-то деле это тоже испытание для психики, тоже стресс. Близких нет. И ее психика находилась в таком серьезном напряжении, кто как мог его снимал. И в какой-то период этого тура мы были очень рядом, очень близки, поддерживали друг друга. Мне кажется, что еще, поскольку были некие вопросы у аудитории в целом к результатам именно седьмого сезона, на концертах это тоже, наверное, в чем-то выражалось. Но никто ничего не мог сделать с тем, что, выходя на сцену, когда выходили мы с Владом, большая часть зала была счастлива, и нам просто физически дарили больше цветов, больше игрушек. Когда, ну, с этим ничего не сделать. Из-за того, что мы заняли третье место. Поделили, поделили. Вы такие себе бронзовые призеры напополам. Да, в общем, мы заняли третье место. Наша карьера только в гору от этого пошла, потому что казалось, что, значит, какая-то несправедливость глобальная случилась. И, собственно, это помогло нам как раз получить больший отклик от аудитории, различных аудиторий. Ну, я-то вообще был вечный страдалец фабрики, поэтому меня и выгнали незаслуженно, и, в общем, вообще всегда обижали. И за мной, в принципе, вот эта плеяда во всех телевизионных проектах всегда длилась. Все меня недооценили, все меня, значит. Но это у меня какой-то такой вот образ был. Романтический герой. Помню историю. Один в один истерика была. Да. Ну, там действительно меня, ну, действительно, прям серьезно так всколыхнули. Дмитрий, как я это видел, нам в интернете показали кусочек. Дмитрий, значит, ему что-то говорит Стоянов. Дмитрий швыряет микрофон в пол и орет, да пошли вы все, и уходит. Ты вышел и сделал то, что ты сделал. Спасибо тебе за это, молодец. Ну, слушай, ну, не рассказывай мне про подвиги, не в космос ты летал. Удовольствие ты должен был получать, а не про каторгу мне рассказывать. Спасибо, брат. Садись. Два. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас. Два, Два, Два. Вот я этого и не хотел. Дима. Ну, естественно, я ничего не орал, то есть то восприятие, которое Даня показала, то, видимо, как раз то, что хотели показать телевизионные продюсеры. Я просто не выдержал действительно такого натиска со стороны ведущих. Потом вышел Стоянов, достал наушник и говорит, Дима, ну, ты же в телевизионном проекте, нам говорят, что говорить, нас просили тебя довести любой ценой, а ты непробиваемый. Вот мы и доводили. Дальше, так сказать, он меня успокоил, и я вернулся обратно в кадр дописывать эту программу. То есть там члены жюри каким-то образом отреагировали на твое выступление, им нужны были эмоции. А я, вы же знаете, достаточно такой... Стрелянный воробей. Да, покер-фейс, и вот. Несмотря на то, что, конечно, мне кажется, после фабрики любое телевизионное испытание уже по плечу. Но давайте тогда переедем в тот самый 2003 год, когда маленький Дима Бигбаев пришел. На фабрику. На вторую фабрику. В каком качестве ты пришел? Как вообще, почему ты решил туда прийти? Я тогда даже не мечтал быть артистом. Я тогда готовился к тому, чтобы стать журналистом. И одна из частей нашего обучения, подготовительный курс в МГУ... Нашего журфака любимого. Это в том числе посещение Останкино. Я уже, честно сказать, не помню. Я там был не на фабрике звезд, то есть что-то другое. Но имея возможность зайти в первый павильон в дневное время, пока... В первую студию, прошу прощения, в первую студию. Пока там идет репетиция, но я не мог этим не воспользоваться, потому что, ну что я там, пацан, сколько мне было лет, не вспомню. И я вот так... Тихо-тихо-тихо сел в зале до начала прямого эфира. Боже мой, как это было невероятно. Но что я тогда осознал? Что вот эти ребята, простые ребята. И в принципе, ничего мне не мешает подтянуться чисто профессионально до этого уровня. И может быть вот это ощущение того, что вот, только рукой протяни, и ты будешь на их месте, оно мне сильно помогло на этапах прохождения кастинга, потому что, ну, я не боялся этого. Я предполагал, что я имею на это право тоже быть на этом месте. Это, может быть, мне и помогло. А ты сделал какой-то материал по результатам этого визита тогда на второй фабрике? Ты написал статью, заметку, интервью у кого-то? Сейчас сказать не помню. Я говорю, я там был не по этому вопросу. Я с кем-то там познакомился, то ли с продюсером, то ли с администратором. И пришел потом еще на один эфир, но мне было очень важно, чтобы меня показали по телевизору. Поэтому мне сказали, сделай тогда плакат. Вот у кого есть плакат, их показывают. Я сделал плакат. Мне было безразлично, кто номинирован. Я просто сделал плакат. Мне было важно, чтобы меня показали по первому каналу. Естественно, там так получилось, что я успел и отсняться, и по телевизору увидеть. То есть, видимо, с задержкой было. Даня, мы должны найти этот концерт. Как он там был? Маленький, у меня есть концерты второй фабрики. Надо по кадрам посмотреть. Даня, мы должны найти этот концерт. Друзья, помогите нам, пожалуйста, если вдруг мы сейчас не смогли вмонтировать это. Нам нужно найти Бигбаева на концерте второй фабрики в зрителях. Я прекрасно помню артисты и песни, но не буду упрощать вам жизнь. Итого, опять же, мы в 2002-м. Сейчас мальчик понял, что он хочет на фабрику, в то же время он параллельно развивает актерскую карьеру. У тебя были сериалы, тебя даже позвали в кадетство. Да. В кадетство, Дима. И я не пошел на кастинг. После этого испортились отношения. Ну, мне звонит агент. Я действительно, у меня красный диплом ГИТСа. Я не пропускал занятия, только если меня отпрашивали на съемки. И тут кастинг, кадетство. Мне рассказывают сюжет. Я говорю, слушайте, ну не моя тема. Ну где я? Ну вы помните, как я выглядел. Где я? Где вот история про военное училище? Вы что, с ума сошли? И на меня, я помню, так накричала агент, бросила трубку. И после этого год меня вообще не снимали. Вообще не снимали нигде. Я в итоге снялся в этом кадетстве, но сильно не в главной роли. Саш, ты не можешь сказать, что случилось? Или нет? Ничего не случилось. Просто отведи меня к брату и все. Так, Ноздрева, у тебя опять что-то типа химия? Ну. Умоляю, помоги мне, подтяни меня. Мне химоза уже достала. Я бы с удовольствием. Но я не могу, у тебя времени нет. Почему у меня времени нет? Ты же спишь по ночам? Сплю. Когда я увидел сериал, я понял, что да, все-таки к старшим имеет смысл прислушиваться. И стоило, наверное, тогда сходить на кастинг, когда искали главных героев этого сериала. Вот хотя бы сходить на кастинг. Хотя бы сходить на кастинг, да. Но я не хотел пропускать занятия в институте. Для меня это было важнее. Потому что, опять же, за мое образование платили. То есть я учился за бесплатно. И я не мог подвести мастера, не посещая занятия. Ну как так? Он в меня поверил. Он спонсорские деньги театра мог потратить на костюмы, на декорацию. Он потратил на мое обучение. Я не мог не ходить на занятия. Ну вот, не случилось. И после этого меня год не снимали. И именно в том числе поэтому я был в достаточно серьезной депрессии, когда услышал голос ваш, Яна, голос, который призывал пойти на кастинг в фабрике. И пошел я, вернулся из театра на фабрику только потому, что в этот момент, я клянусь, это не выдуманная история. Я курил и из окна увидел дом, о котором вы говорили в призыве прийти на кастинг. Я его видел из окна дома, в котором мы жили с семьей. Это звездный дом? Это звездный дом на Дмитровском шоссе. То есть вы жили напротив Дмитровского шоссе, дом 80? Это было достаточно далеко, но сам дом видно. Сейчас там очень много застроено, поэтому, скорее всего, перспектива могла поменяться. Я помню, еще папа мне рассказывал, что, он говорит, мы смотрим прямой эфир, и ты там что-то плачешь, переживаешь. Он говорит, я подходил к этому окну и смотрел в этот дом и посылал тебе какие-то мысли, чтобы как-то тебя поддержать. Ну, вполне возможно, папа был очень романтическим человеком, возможно, что он именно это и делал. И я принял решение идти на кастинг. То есть в этот момент тебе по большому счету терять уже было особо нечего? Да, у меня испортились как раз отношения с художественным руководителем. Он приревновал меня к какой-то актрисе. А мы про театр Луны говорим сейчас, да? Он приревновал меня к актрисе, снял меня со всех ролей. А я понимаю, что это третий курс ГИТИСа, что последний курс это уже либо ты в профессии, либо не в профессии. Но, собственно, надо делать ход конем. И ничего лучше, чем полностью перевернуть свою жизнь и пойти на кастинг фабрики, я не придумал в тот момент. Я целую неделю готовился к этому кастингу. Загружал в себя какую-то веру в то, что все будет хорошо, и я пройду. Хотя все смеялись. И домашние смеялись, что, ну, конечно, какая фабрика глупости. Но все получилось. Что ты со своим вот этим бэкграундом пошел вот в эту очередь на Дмитровском. Дальше-то как происходит весь этот отстой? В смысле, отстоять очередь? Я же много снимался в кино, соответственно, для меня ходить на кастинги вообще не проблема. То есть я понимал, в чем прикол. То есть прийти нужно сильно заранее. Я пришел в 6 утра, при том, что начало кастинга было, по-моему, в 12. Я записался 400, черт пойми каким. Я отстоял эту очередь. И мне повезло два раза. Меня ровно за вход, за десятку до входа вычленяет какая-то девочка с оператором. Говорят, мальчик, нужно, чтобы вы прокомментировали, что здесь происходит. Я думаю, ну все, все. Уже перед камерой ставят. Ну, значит, сказать, привлек внимание. Прекрасно. Идем сниматься. Я записал интервью, которое потом вошло в первый выпуск. Как здесь много людей, каким я записался, откуда я родом. Вот это вот все-все-все. В Москве ты можешь поставить, в принципе, любую себе цель. А в уссурийске ты просто даже об этом думать не будешь. Ты просто будешь думать на уровне обычного города. Добиться там квартиры, машины, тебе больше ничего не нужно. А здесь Москва располагает творческого человека к мыслям о вселенской, я не знаю, славе и так далее. И потом он говорит спасибо и убежала. А моя десятка зашла. Я, если честно, не помню как. Но у меня, я ходил, я звонил, я махал. Ну, то есть я все, что мог, я пытался сделать, чтобы объяснить, что коллеги, ну так не бывает. Я сейчас запишусь. То есть я уже не отстаю до конца. Каким-то чудом, кто-то меня вспомнил, кто-то где-то провел, поставили, но вы ушли на обед. Как сейчас помню. Мы, не мы. Объявили обед. Да. Ну, в общем, те, кто смотрели участников, ушли на обед. И в этот момент я попал в одну десятку с Сережей Ашихминым. А он был ученик Марины Леоновой. И она к нему выходит. А я что? Я просто рядом стоял. Но я внимательно слушал. Потому что Марину Леонову я знал прекрасно. Она была педагогом по вокалу. И она начала ему говорить, где стоять, что петь, как себя вести. И вот это все идет мне, ну, так сказать, фоном в ухо. Я понял, что я не встану на эту циферку. Мне нужно пойти другой десяткой. Я где-то спрятался. И пошел другой десяткой. Но встал ровно цифра один, два, три. То есть нельзя было быть, вот надо было быть в начале, потому что тогда получаешься ровно перед жюри. И я, конечно же, правильно начал петь правильную песню сразу с припева. Собственно, вот мне повезло. Правильную эту какую? Там просили что-то, она ему говорила, пой, Билана, у тебя хорошо получится, потому что нужна веселая, зажигательная, что-то такое, чтобы показать энергетику. Никто там слушать, как ты поешь, не будет. По-моему, какие-то такие слова она использовала. И я начал петь какую-то веселую зажигательную песню. И вот как-то вот мы прорвались. И вот вы прошли в Звездный дом. Твои эмоции? Это было очень сложно. Потому что если у ребят случился, наверное, у многих этот момент, когда они забыли о том, что они под камерами, я не забывал об этом никогда. И мне было очень сложно, потому что это было дикое напряжение всегда. Действительно, держать себя приходилось. То есть мне было тогда, как актеру, проще играть какую-то роль. И меня поэтому бросалось горячее в холодное. Никто не мог понять все-таки, кто я такой. И не чувствовался с этим искренности. Кроме, пожалуй, что Влада, с которым мы действительно прожили там три месяца каждый день, находясь вот в ближайшем контакте. И фабрика эта была большое, серьезное испытание. Мне сильно было некомфортно. Сильно некомфортно. А вот что было самое некомфортное, помимо камеры и того, что тебе все время нужно было? Ну, было достаточно серьезное давление со стороны педагогов по вокалу, которым не нравилось то, как я пою. И это в итоге отражалось на… так как к ним прислушивались редакторы, отражалось на том, что мне дают петь, какое количество музыки я пою и прочее, прочее. И на самом деле самое лучшее, что было на фабрике с точки зрения вокала, это песня, которую написал специально для меня Константин Шотович. Это песня «Живой цветок». Если бы, наверное, не эта песня, я бы в сознании людей, именно из-за этого серьезно негативного отношения педагогов, я бы остался каким-то непоющим или полупоющим человеком. И потом вся моя музыкальная история, я бы не сказал, что это какая-то карьера, но история была связана с тем, чтобы и самому себе, и им каким-то образом все-таки доказать, что я вокалист. Что я петь умею или умел. Сейчас уже не знаю. А давно, кстати, не пел? Очень. Ну, я сделал концерт на свой день рождения, там, скажем, 35 лет, круглая дата, нужно было, скажем, собрать людей, они очень сильно просили. Но это был бесплатный концерт, то есть я уже на таком уровне уважения к аудитории, что брать деньги за то, как я сейчас пою, я не готов. Поэтому это был бесплатный концерт, я мог себе позволить петь, как я хочу. Да, ребят, я с вас денег не взял, поэтому слушайте, что дадут. Да, 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 у меня был такой принцип, да, 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 да. А у тебя есть что-нибудь сейчас из песен Димы, что мы можем послушать? Можем посмотреть «Живой цветок», но я хотел посмотреть сначала первую номинацию, он был номинирован одним из первых. Это была первая номинация, собственно. Да, это Настя Приходчко, Фильян. Кстати, в тот момент я прямо-то и подумал, ну понятно, все, ну наконец-то сказка закончилась. То есть, ну наконец-то, потому что в это правда сложно поверить, что ты, придя из народа, попадаешь в фабричный дом, в эфир Первого канала. То есть я в это не верил, по-моему, до того момента, пока меня не выгнали. А выгнали тебя не скоро? Да, где-то там, в серединке. Вот это, значит, первая номинация. И первое выступление номинанта в принципе, по-моему. Да, 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 это первая, в принципе, это первая номинация. И запомнилось, даже Яна об этом где-то в интервью говорила, что Меладзе, она откроет его для себя с другой стороны. Яна вспоминает, как Константин Меладзе учил тебя петь. Нет, это не про это. И что можно было зацепить хук вот этот вот? Это, блин, задожди. Что с тобой опять? Не пойму я вот это вот. Да, да, да. И вот Яна запомнила, как он записывал эту песню с тобой? Потому что мы ржали все аппаратные. Значит, как они писали? Это же что с тобой опять? О, моя любимая история. Стоит Дима Бигбаев, сладкий мальчик, блин. Но при этом, как выяснилось, сладкий мальчик-перфекционист. Это диагноз. И вот стоит Дима, стоит Костя. И вот Дима поет очень правильно. Да. Что с тобой опять? Не пойму я. А Меладзе, ему как раз про этот хуковое хуя, которое он в это вкладывал, очень пытался как-то эмоционально жестами донести. Дима, 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 ты послушай, послушай. Послушай, как надо. Вообще здесь все вокруг этого. Ты понимаешь, вот этого уяк. Мы выпали. Просто вот сколько нас там было в аппарат, мы лежали. И Дима на него так смотрит, и у тебя в голове, вот здесь читается. Знаете, мне кажется, я не понимал, что он мне говорит сразу. Материца. Просто давай такого. Вообще, понимаешь, шабаш, понимаешь, пошел. Кураж, понимаешь? Что с тобой опять? Не пойму я. Смотри, смотри. Слушай, во-первых, как я там наиграл, смотри. Вот тут есть созвучие уя. Вот почему я их написал? Потому что они позволяют давать толчок. Что с тобой опять? Не пойму я. Вау. Что с тобой опять? Не пойму я. Вот так. Муя. Муя. О, тогда будет именно, понимаешь, пружина. Вот та, которая заогнащается. Еще раз говорю, я не забывал, что я под камерами. То есть у меня мир другой. А Константин Шеточ забыл. А ну и не помню. Я его так, видимо, достал. Даже его стеснительность уже пропала на фоне моего незамутненного сознания, скажем так. Ты прямо улыбался, хлопал глазами, думал, как, в принципе, это же наш папа. Почему вот это вот тот... Откуда это уя? Я вообще вот здесь не матерюсь. Я, видимо, за собой слежу. Что с тобой опять? Не пойму я. Скажи мне, что давно от рук до скурс. Только не молчи, не молчи везде. Да. Ярко же. Ярко. Ты понял, что там уя самое главное? Ну, потом уже да. Потом уже да. Испытав эмоции, описанные в этой песне в жизни, я понял, про что писал автор. Я никогда не забуду, как я прочитал те карточки, которые были у нас во время кастинга. Там же была наша фотография и далее текст. Кто мы есть, как вот считают те, кто нас отбирали. То, что, собственно, видел Константин Львович, да, они все видели эту карточку. На моей карточке было написано, я был в ней без майки. Потому что мне сказали, Дим, у тебя черная майка на фоне черного сольется, сними. Я снял, меня так сфотографировали. А в карточке было написано, что мальчик вообще оголяется все время и вообще-то, да, очевидно, страдает каким-то вот желанием привлечь к себе излишнее сексуальное внимание. Эксгибиционист. Я когда прочитал эту карточку, я долго искал, кто писал. Ну, мне так намекнули, что писал не редактор, а тот человек, который отвечал за наше эмоциональное, психоэмоциональное состояние. Курпатов. На него, да, тогда придушить не мог, но, так сказать, желание было очень долго. Вот, и смотри, опять разделся. Че, всю правду написали. Курпатов был прав. Ну, на самом деле, вот без шуток, вот после этой песни, собственно, Настя и победила после первой номинации. Она спела песню «Три зимы», которая изначально была не ее. Как раз после этого исполнения Константин увидел в ней большую артистку, и вот ровно до конца сезона его это ощущение не покидало. Удивительно, удивительно, насколько зритель и насколько вот продюсер видят по-разному. Именно, но Константин, он из тех, кто будет настаивать на своем выборе до последнего, потому что он привык к тому, что он демиург, он тут творец. Человек только в 2009 году понял, что он что-то не туда нажимал, не там настаивал. Ну, признал, так сказать, и молодец. Так, Бигбаев оголился, значит, с первого, как мы уже поняли. Мальчик любит это дело. Очевидно, конечно. Сейчас он у нас зачехлебный, просто подгорло. Да, на последней пуговичке. Гол, стучит, три пуговичка. Сын маминой подруги. Классический, просто вообще. Трансформация пупсика называется этот путь. Скажи, пожалуйста, ты помнишь все свои номинации, все свои выступления? У них было, да, две, поэтому была одна и последняя. А дуэты? Была первая и последняя. А первый дуэт помнишь, с кем был? Первый дуэт с группой Корни. Собственно, на первом концерте я пел с группой Корни. Да, открытие. Я серьезно репетировал, весь Гитис, конечно, показывал мне вот так, потому что, ну, все-таки фабрика звезд в определенных творческих кругах не считается чем-то классным. Ну, это я мягко говорю. Теперь, спустя 20 лет считается. И когда я репетировал под плюс группы Корни... И об этом я буду кричать всю ночь, всю ночь, всю ночь, всю ночь, всю ночь. Конечно, ребята, да, у ребят это вызывало серьезные вопросы. А ты параллельно учился как-то? Это был третий курс. Нет, это был третий курс, он ровно закончился. Потом я пришел к мастеру и сказал, я прошел на фабрику звезд, пожалуйста, прикройте меня. Просто, так сказать, да, вот четвертый курс. То есть я до этого круглый отличник, ничего не пропускал. Ну, только когда ездил на съемки в другие города, раньше было принято снимать не в Москве, потому что дешевле. Сейчас уже опять все снимается в Москве, потому что уже в других местах дороже. Вот. И отпустили, да, отпустили. То есть тебя... И все равно дали красный диплом, при том, что я четвертый курс почти не появлялся. А потому что, друзья, так работает репутация. Три года ты на нее работал, ничего не пропускал, был вообще молодец с точки зрения учебы, поэтому четвертый уже вот так. Это та фраза, которую мне сказали на первом курсе, я, правда, ее услышал. Работай на свое имя, потом будет работа на тебя. Мне действительно сказали, это педагоги, и я их слышал в этом. Да, это хорошо, когда ты умеешь слышать и исполнять. И у тебя получается, кстати, красный диплом ГИТИСа и еще два высших образования, да? Ну, это не совсем образование, это идет профессиональная переподготовка. То есть по результату тебе дают также диплом государственного образца, но это не четыре года от звонка до звонка. Это менеджер театрального производства, это тоже в родном, любимом ГИТИСе. И потом директор театра, это прям повышение квалификации с отдельным дипломом, директор театра, кадровый резерв Департамента культуры города Москвы. Мне очень нравился наш дуэт с Викой Дейнеком. Вот, я его и включаю. Потому что я ее очень, как человек, люблю, и она мне дико нравится. И я считаю, что она очень талантливая артистка. И вот если бы так сложились звезды, чтобы я бы мог ее бы пригласить, бы на какую-нибудь хорошую роль, я бы, конечно, позвал. Игорь Игоревичу набери. А, кстати, говорят, у вас роман был? Мы с ней просто дружили. Мы были очень близки чисто в человеческом плане. Очень близки. Она в свое время сильно-сильно мне помогла. Очень сильно. Потому что это был период уже, когда в группе БИС там было не все, слава богу. И она как все-таки победительница. У нее тогда карьера была на самом взлете. Она очень много мне дала поддержки, которая мне тогда была очень сильно необходима. И вот она для меня навсегда осталась и близким человеком, и очень ярким артистом. А в чем это рожался? Талант, которого, как мне кажется, не до конца еще даже раскрыт. Вне энергии, артистического потенциала все еще очень много. И хочется, чтобы это увидели. Я не знаю, почему пока ощущение какой-то паузы сейчас есть. Возможно, ты теперь ей сможешь помочь. На стол отряд приходит с твоей стороны. Да, не хочешь ли ты сделать из Виктории Денека актрису? Тут вопрос не к Виктории, а к Игорю Игоревичу. И еще одному человеку, который с ней работает. Вот уже на прямую никогда не подкатишь. Не получается. Слушай, а в чем именно она тебе помогла, Вика? Может, я чего-то не знаю? Тогда был период, когда, понимаете, вот группа БИС, мы просто, вот вы идете, я так понимаю, что по времени, да, но раз уж затронули эту историю, то в БИС была определенная атмосфера. И в этой атмосфере все было максимально комфортно для Влада, потому что там был его балет, это его друзья из Тодоса, были, был его директор, был его папа, все было ему очень хорошо, ему было на кого опереться. Для меня это была чуждая атмосфера изначально. Вот он мог здороваться со всеми, обниматься со всеми. Я был и внутри продюсерского центра, и внутри коллектива, как такой, знаете, дальний родственник, который приехал погостить. Вот все время у меня это было. И в тот период я, например, написал книгу. То есть я бы сейчас не написал книгу. То есть настолько мне было тяжело, и не с кем было разделить эти переживания, потому что родителям ты говоришь, все хорошо, чтобы они не волновались, не переживали. С кем-то другим чем-то поделиться тоже, ну, не сказать, что была возможность, потому что те, кто были до фабрики, отвернулись, потому что появилась какая-то популярность, и понятно. А новых друзей в шоу-бизнесе у меня их никогда не было и не будет. И появилась Вика, которая буквально с первой встречи, с первой прогулки, мы с ней гуляли. Это были съемки первого канала «Большие игры» в Авеньоне. И мы гуляли с ней, наверное, всю ночь. Большие гонки, да. И мы, по-моему, даже ночевать вместе остались. В общем, я смог ей рассказать. Она смогла меня понять, потому что больше некому было. И, наверное, где-то полгода мы дружили каждый день тоже. Просто постоянно. Итак, возвращаясь к вашему дуэту с Викой здесь. Что тут у нас? И это, чем он... Это третий отчетный концерт, третий, это начало проекта. А тут уже дуэт Влад Соколовский, Дмитрий Бигбаев и Виктория Дайнека. Уже лепят... Какая-то прикидка на бис случается. Ну, тут не совсем прикидка. Изначально должен был быть квартет мальчиков. Собственно, нас всех собирали под квартет. Потом уже, из-за того, что... Ну, какие продюсеры могли догадаться, что мы реально с Владом за время кастинга станем настолько близки, что даже одни и те же вещи носить будем. Ну, то есть... Ну, и размер у вас приблизительно один. Нет, он растягивал все мои вещи. Он крупнее меня был всегда. Серьезно? Серьезно. Я в какой-то момент его просил конкретные вещи не носить. Не носить, потому что после него... А он это прекрасно знал. Я это уже не могу позволить носить на себе. Оверсайз, Дима. Тогда это было не модно. Вы же помните. Сейчас это модно. Вот смотрите, кто там про галстуки что-то говорит. Вполне себе серьезные парни в галстуках. Вот, пожалуйста. Разве что ж... Мешаные пши какие-то. Но нас очень хорошо научили. Я сейчас пою, камера на меня чувствуете, да? Но потом была вторая номинация. Это как раз «Живой цветок». Не по шоку, а по сердцу Кто-то вышел золотом В имя той, что я зову мечтой Влад ближе к небу. Как раз я никогда не забуду. Настолько мне было важно, чтобы у Влада все было хорошо, что я же ему хотел отдать песню «Живой цветок». Он так хотел, чтобы ему Костя написал песню. Я не знаю, если вы будете действительно смотреть, можете найти. Когда я прихожу, я говорю, слушай, мне Костя написал песню. Хочете, я ее отдам? А я спою песню «Марка». Слушайте, как знал, какая из них двоих... Быстрее. ...на из двух, да, будет хитом. Но в итоге Влад остался ближе к небу и не прогадал, потому что песня стала действительно большим-большим шлягером. Ну, Влад-то тут сидел и говорил, что она-то ему как раз не очень-то и нравилась. Да, она ему не нравилась, да, да, да. Что он ее по-злому как-то спел. И из-за этого выстрелила песня? Что демоцию вне какую-то там? Ну, Влад не мог спеть плохо, потому что действительно его очень любили, в том числе педагоги, и Влада записывали по шесть часов. Да потому что он булочка. Тут как раз очень публика реагировала по поводу справедливости и несправедливости, что меня, так сказать, записывали за пять-десять минут, а с Владом возились часами. Но в итоге-то ему это и оказалось нужно, потому что он все-таки стал певцом, а я как раз с этим свою жизнь не связал. А вот почему, кстати, я тоже обратила внимание на то, что у вас и воспринимали как-то по-разному. Ты сейчас справедливо абсолютно сказал, что процент... Это как раз, что вот у родителей растешь, ну, там, не знаю, твоего брата любят больше, а ты вот просто классный такой весь из себя существуешь, но тебе все время надо заслуживать, блин, любовь. У меня такое ощущение было и от вашего дуэта, от того, что к вам по-разному относились. Я тоже это заметила. Ну, с этим ничего не сделаешь. А почему так получилось, как ты думаешь? Почему, блин, одним булочком с корицей все, а ты, несмотря на то, что ты тоже красивый, классный блондинчик, поешь все, делаешь вроде, ну, этому все, а тебе шиш. Тут много факторов. Наверное, большие люди чувствовали во мне не стопроцентную заинтересованность в музыке как таковой. Я думаю, что это чувствуется. Все-таки театр у меня всегда был на первом месте, а музыка – это как средство для повышения своей медийной стоимости, для того, чтобы больше людей привлечь к себе как исполнитель в театре, либо как автор в театре. Я тебе не совсем об этом зимуль. Я тебе про... Твои ощущения от этого. Мои ощущения были не очень хорошие, потому что нельзя сказать, что я был всегда второй. Потому что, например, в поездском центре, когда уже была группа БИС, там была замечательная руководитель Мария Тюменева. Я прям запомнил ее имя, потому что она была, по сути, единственная, кто пытался хоть как-то думать, а что же Дима. В основном, конечно, тот бэкграунд, который был у Влада, может быть, Влад об этом не... Слушайте, ему было 16-17 лет, конечно, он об этом не думал, может быть, и сейчас не думает. Но действительно, это был его родной Тодос, его родной коллектив. Для меня это все было невероятно тяжело. Догнать по уровню профессиональных артистов, которые с детства танцуют – это очень сложный вызов. И, так сказать, он все время был на связи с Костей. Как он говорит, для меня Константин Шотович, для него Костя. Я за все время продюсеру позвонил один раз, попросил его о помощи, личной помощи, и он мне отказал. После этого я не звонил ему никогда. Я никогда ему не писал, написал только поздравительные сообщения. С Новым годом, с Днем рождения. По-моему, вышла еще какая-то песня, которая мне понравилась. Я вот написал ему тоже в связи с этим какое-то сообщение. Все. Хотя при этом я видел, что они с Владом на постоянном контакте. Они созванивались, они общались. И, конечно, уже когда был финал дуэту БИС, мне уже хотелось позволить Владу быть полноценно счастливым в одиночестве, потому что он приложил все усилия для этого. И я ему правда мешал, как пятая нога. И, как мне кажется, все случилось... Ну, я не знал, что Константин Шотович его обманет, потому что мы когда с Владом общались, получилось, что Константин ему дал ненужные ожидания. Я был уверен, что я, уходя, все для Влада сделал правильно. Теперь у него есть продюсер, у него есть весь репертуар. А я, как сказать, уходя из дома в ночь, все оставил и ушел, спокойно никому не мешая. Но оказалось, что вот здесь я прогадал. Я не знал, что Костя будет находиться в творческом каком-то кризисе так долго. И обманет Влада. А я хотела бы вернуться вот все же на фабрику, потому что когда вдруг стало понятно, что вы все же дуэт, то ты не можешь же сказать, мальчики, вы будете петь вместе, но вот ты будешь что-то типа главный, а вот ты будешь плюс один. Так же не делается. Ну, опять же, я всегда за честность, объективность и откровенность. Что касается победителя «Фабрики звезд», на первом месте по зрительским голосованиям был Влад Соколовский как сольный исполнитель. Он был на первом месте. Другой вопрос, какое решение потом приняли продюсеры. И об этом Владу сказали. Я об этом не знал. Владу сказали. Почему ему сказали? Ну, потому что у него были устойчивые взаимоотношения с детства со всеми теми людьми, которые называются бэкраунд наш, шоу-бизнесовский. А ты типа чужак, получается? И, конечно, это ощущение... А меня вообще выгнали. Меня вообще вернули в его номинацию. Так тебя можно было же не возвращать, и раз так, раз Влад Соколовский – сольный победитель. Зачем эти качели? Я пошел на фабрику, потому что... Слушайте, как это выглядело, да, физически, да? То есть вы уж сами решаете, чем это было наполнено. Сижу я, напротив меня сидит Влад. Мне звонит тот самый агент. Помните, я рассказывал историю про кодист. Который уже поссорился. И говорит, ура! Тебя взяли впервые! Художный фильм, главная роль! Вот в эти даты! Я смотрю напротив меня эти бездонно-голубые глаза. Я говорю, мне нужно время. Кладу трубку. Объясняю ситуацию Владу. И он говорит сакраментально. Ну, ты же меня не бросишь. И я принимаю решение идти на фабрику. И, собственно, вот это изначально как бы быть старшим, помогать, оно у меня как-то вот отпечатлелось. Собственно, вот до последнего, пока я был ему нужен, я как-то подпомогал. Я извлекал из этого, конечно, я там не святой человек, извлекал свою какую-то выгоду, безусловно, прежде всего, карьерную. То есть все, что мне было необходимо, я получал. Но он-то хотел больше, он хотел дальше. Поэтому в свое время я уступил ему это право. Я все же на фабрику. Значит, номинация, конечно. Фабрика с Яной Чуриковой называется передача. И мы тут с Даней все-таки хотим разобраться в том, что, ты не поверишь, волнует людей 20 лет спустя. Да. Знаешь как. Так вот, та самая номинация, где ты ушел, там же номинирован-то был ты, Соколовский и... Марк Тишман. Точно Тирамин? Точно. Точно Марк Тишман. Вот оно, это голосование. Помнишь, как кто голосовал? Ну, можем посмотреть. Спасли зрители, конечно же, кого? Влада. Да, потому что это логично. Можем посмотреть даже. Нет, подождите, Влада ли голосовал? Влада, ты уходишь. Так нет. Ты подожди, спасли Марка. То есть, по ноптикум достиг предела. Да, и вот это нается. Да, то есть, понимаете, да, спасли зрители, значит, Тишмана, а остались мы с Владом. Да, то есть, все ревут. Да, то есть... Чтобы мы порыдали. Конечно, да, да, да. А мы порыдали. И участники тоже напряжены, там Корнелия ревет в истерике. Корнелия! Эти два человека... Эти два... Ай, мы с самого первого дня кастинга. Были вместе. Я их очень люблю. И мне сейчас очень тяжело. Но я хочу видеть, Владик, я хочу тебя видеть. Сейчас даже смешно, потому что я же сам создаю медиапродукты, и я поэтому прям смотрю на это голосование, это же так белыми нитками. Вот, и вы такие, понимаете, ведь... Белыми нитками. Вот такого, такой толщины белыми нитками просто. Ну, конечно. Знаете, с каждым голосованием мне становится все сложнее и сложнее выбирать, кто останется в связанном доме. Ну, собственно, про это мой спектакль. Вы же видели его. Там весь финал подводится к тому, что либо ты на это соглашаешься, да, вот когда продюсер одевает микрофоном удавку на шею исполнителю, его таланту, его творчеству, он либо на это соглашается, либо нет. Но, к сожалению, так. Хотя сейчас особенное время, оно сильно поменялось. Сейчас все-таки есть шанс прорваться без продюсера самостоятельно. Именно. И главное, как ты пользуешься инструментом. Но тогда такого шанса не было. Тогда еще интернет был не на таком уровне. И тогда все-таки все смотрели одну коробочку под названием телевизор. И чтобы туда попасть, должен быть посредник. Этот посредник кто? Это как раз продюсер, который договаривается о том, что этот человек идет в эфир. Ну что, прекрасно. За Владика голосует в основном большинство команды. Это получает восьмой отчет на концерт. Ну, послушайте, Владика, конечно же, любили. Ну, послушайте, он самоочарование, он все это любит. Он просто был рожден для того, чтобы быть артистом. Даже Корнелия, ваша собственная общая подруга, что? Плачет, да. Кстати, Корнелия очень тепло к ней отношусь, очень. В какой-то момент на фабрике ей тоже стало не очень хорошо, потому что она поняла, что, опять же, ну, многим девчонкам, именно которые шли как сольные исполнительницы, в какой-то момент они очень ярко поняли, что двигают другого участника. И более того, на них еще было определенное воздействие, чтобы они это принимали, чтобы они с этим соглашались. И в эфире вели себя таким образом, которым было нужно. И здесь, конечно, и Дакота, и Корнелия, они нельзя сказать, что были преисполнены счастливыми мыслями, находясь уже ближе к финалу проекта. Обработочка? Да. Долгое, ну, какое голосование? А как-то они потому что подбирают слова, это же для них тоже была какая-то трагедия? Ну, нет, слушайте, это была не самая большая трагедия, потому что, начиная с голосования Пупса, нам говорили, за кого голосовать, и мы голосовали ровно так, как нас просили. А что там у нас, какой переломный момент на голосовании Пупса это произошло? Когда вы немножко игру, что ли, поломали? Нет, там была история такая вопиющая для меня несправедливости, после которой мне уже по-человечески было нехорошо, потому что я очень дружил с Катей Цыпиной, и по сей день отношусь к ней хорошо. И я ей обещал, что я за нее проголосую. Исходя из этого, строилась вся история. Но на тот момент уже нельзя было голосовать, как мы хотели, и мне сказали, что нужно оставить Пупса, и что нужно сказать. И я так и поступил. Это же шоу. А где твой протест? Умоляю, пожалуйста. Ну, я всегда старался отдать эту звезду человеку, который в этом наиболее нуждается. Но я посмотрел номер Пупса. И вы знаете, он действительно артист. С большой буквы. Это, наверное, вопрос... Не стыдно, ты пообещал. Я же с этого начал, что внутри нашего проекта была сконструирована определенная драматургия, мы ей следовали. Здесь несогласных нет. Подожди, а кто говорил? Продюсеры говорили или кто-то говорил? Голосуют за того или за другого? Ну, это продюсер говорил, Костя приходил, говорил. Ну, изначально вся эта тема поднялась, собственно, когда был конфликт с телекомпанией «Вид», когда, собственно, вот это все... Финал первого месяца. Финал первого месяца там. Да, 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 это разгоралось, когда мы приняли решение голосовать, как мы хотим. И начали собирать голоса. Соответственно, понятно, что с телевизионной точки зрения это интереснее показывать. Потому что в реалите самое важное – это не то, какие у людей отношения, а кто против кого дружит, как люди объединяются, как они гасят одних, как они... А у нас фабрика была этого абсолютно лишена. Мы пытались спасти Лешу, Алексея... Светлова. Светлова, да. И я за него собрал необходимое количество голосов. После чего, по-моему, даже в эфире это было, нас, меня и Влада, так как мы с ним действовали вдвоем, он по своей целевой группе, я по своей целевой группе. Сговор, сговор. Он посадил нас друг напротив друга и произнес... Я дословно не помню, но смысл был такой, что это моя фабрика, и чей-то вы тут. И после этого все голосования аккуратно, конечно, корректировали. Потому что должна была уйти Таня Богачева. Остаться Леша, наш друг, душа компании. Конечно, пришел волшебник из Умрудного города, доктор Курпатов и подкорректировал. Вот с того момента для нас закончилось телевидение и началось почти художественное кино. Постановочка, как говорится. Так, что тут у нас? Я хотела послушать, что он скажет, Дима. Я сказал, что мне сказали сказать. Да? Серьезно? Конечно. Ну а Дмитрий Бигбаев говорит сейчас свое слово телезрителям Первого канала. И тем, кто собрался в этой студии. Боже, умоляю, не плачьте, честно. Все будет отлично. Мне никогда не хотелось, чтобы фабрику звезд воспринимали как школу пения. Фабрика звезд – это настоящая школа жизни. Я пришел на нее одним человеком. И благодаря общению с потрясающими людьми, уникальному общению, подаренному мне судьбой, я стал сильнее. Я очень многое, что поменял в себе. И спасибо вам, уважаемые педагоги, уважаемые наши продюсеры, о которых почему-то всегда умалчиваю. Спасибо вам за этот шанс. И огромное спасибо всем, кто меня поддерживал. Низки. Вы почему так удивляетесь? А что это не очевидно? Смотри, у нас были гости предыдущих сезонов. Там, конечно, была схема, кого спасти. Но не дословно же. Говорили, а так намекали, одному-двум скажут. Ну, слушайте, может быть… Ну, последние слова они сами говорили. Ну, чтобы тексты править, такого не было. Я уже посмотрю на это как на какое-то такое прошлое, которое не нуждается в корректировке. Проще сказать, как оно было на самом деле. Это и ценим. Я, естественно, мне было очень тяжело. Мне было больно. Я расставался с близким человеком. Я за него переживал. Я также считал, что многое несправедливо. Я же видел этого же Марка, который якобы победил в народном голосовании и уходил. Как нас оставляют с Владом. Все это было очень болезненно. И я видел глаза мамы, которая переживает. Поэтому я держал лицо. Я бы много чего хотел сказать в этот микрофон. Но, слава богу, что мне сказали, что сказать. Я сказал ровно то, что нужно было сказать. Потому что я понимал, что мне возвращаться через три недели и все должно выглядеть каким-то убедительным образом. Ты знал, что тебя вернут. А, то есть тебе уже знали, что тебя вернут. Тебе уже сказали, да? Да. Ну, это же управление сознанием. Ну, как, это же очень просто. Ты говоришь, что тебе нужно сделать для того, чтобы достигнуть определенного результата. Если тебе не дадут ясную картину будущего, ты не будешь действовать так, как тебе говорят. Тебя должны заманить на этот ясный образ будущего. Мне объяснили, что сейчас для матургии тебя нужно убрать. Так сказать, потерпи, пойди навстречу. Владик маленький, ты старший. Вот, так сказать, нужно осуществить это действие. Я это действие осуществил. Вот. И, собственно, ушел в ожидание. Правда, потом конструкция немножко пошатнулась. В какой-то момент все-таки дуэта не было. Или, может быть, это намеренно сделали, чтобы вам не подогреть какую-то эмоциональность. Но в итоге все получилось ровно так, как мы договаривались на моменте моего ухода. Ух. Какая-то херня вообще. Или, как выразился, Данечка? Херня. Короче, мы не смотрим, как последнее слово. Потому что оно нечестное и написанное. Но сыграл-то я его неплохо. Выглядел как настоящий. Но сыграл-то ты актер. Ты что? Да я просто, наверное, от возмущения не смогу объяснить. Я, на самом деле, безумно переживал за родителей. Потому что они, ну, представляете, да, твой ребенок, он стоит на сцене. Они что-то чувствуют. Его выгоняют. Откуда-то выгоняют. Ну, неважно, откуда. И мне было очень важно не проронить ни одной слезы. Потому что я вижу, мама, папа, все, держимся. Все прекрасно. Все хорошо. Сказал то, что сказал. Константин был уверен, что я, значит, да, неискренний, в общем, куча всего-всего. И для того, чтобы все это нивелировать, нужно было произнести определенные слова. И мы, собственно, это и сделали. И слова. Всегда будут говорить. Вы нас обманываете. Причем, что бы им ни показали, даже если это будет чистая правда. Это постанова. Вы нас обманули. Это срежиссировано. Это зрелище. Что мне может сказать и ведущая, которая работает в кадре больше 25 лет. Это зрелище, друзья. И включая телевизор или любой другой контент, мы с вами заключаем некое соглашение, что если вы продолжаете его смотреть, это игра, которая принята обеими сторонами. Я, кстати, с Яной согласен, что в этом нет ничего плохого. Потому что все-таки, представляете, да, федеральный прямой эфир. Какая мера ответственности у людей, которые за него отвечают. Мы не берем тех людей, которые в кадре, а те, которые за кадром. Мы же понимаем, что это и смысловая нагрузка на население. В тот момент это был важнейший телевизионный проект. Впереди был выборный цикл. И фабриканты там были участниками. Это достаточно серьезная история. И, опять же, повторюсь, должен был быть квартет. И называться он должен был определенным образом. Но потом переиграли назад, и получился дуэт БИС. Изначально должен был быть квартет. Кстати, да, из кого там делать квартет? Я, во-первых, про квартет. Это для меня, я в шоке. Даже у нас эксперт немножечко не был в курсе. И как они должны были называться, и кто это был? Бог с ним. Нет, секунду, давай, кто это был. Нет, кто это был-то? Должен был быть Фил Янг, я, Влад и, по-моему, Сергей Ашихмин. Я могу что-то путать. Но история была про четверку парней, которые танцуют и поют. Федеральный прямой эфир. Понятно, что в нем должны быть отобранные вещи. Это не может быть пущено на самотек. Только потому, что вы можете представить, как прилетит по шапке всем в случае, если что-то пойдет действительно не так. Мы сейчас не про то, что певица не успела выйти к положенному сроку на сцену. Многое могло случиться в прямом эфире. А у нас всегда все было правильно. И, конечно, это подразумевает под собой, по большому-то счету, определенное участие на разных этапах разного количества редактуры, продюсирования, много чего. Вовлеченности больших начальников и людей, которые, конечно, не просто так бумажки листают. Но вот меня какой момент волнует. Момент отцовской фигуры в виде Константина Меладзе. Кто бы ни приходил к нам сюда, кто бы ни приходил, все говорят, у нас было вот это вот обожание его. Он был у нас как отец, как бог, потому что все, что он говорил, мы делали. У нас не было своего мнения, своей воли. Мы все хотели петь его песни. И любое внимание его для нас было. А-а-а, он на меня посмотрел, а-а-а, он уделил мне время. Что ты можешь сказать об этом? Вы знаете, по-хорошему и по большому-то счету, при всем большом-большом-большом уважении к нему, к его таланту, к его безусловному таланту, я не могу сказать, что он был лидером нашего проекта, что он был тем самым продюсером, который рулил, по-большому рулил. С него сдували все, пылинки, соринки, его оберегали. Иногда складывалось такое ощущение, что он такой же участник проекта, как и мы. Он был участник, очень творческий, очень хрупкий, очень ранимый, прекрасным человеком. Да, но было ли за ним такое ощущение, что вот он является неким конструктором будущего нашего? Наверное, нет. И он сам не претендовал на эту роль, что важно. Он всегда говорил, я по творчеству, я за творческую историю в большей степени. Всегда были какие-то директора, продюсеры, какие-то люди, которые все время брали на себя этот функционал. Из-за того, что в итоге этого человека так и не возникло, потому что после нашего проекта наши великие смотрящие, они занялись другими проектами, эфир-то продолжается, а мы перестали быть для них интересными. А Константин Шотович не смог взять на себя фундаментальную ответственность за все наши проекты, потому что как будто бы действительно он сам был участником. Ну вот по-хорошему, ну вот по-большому. Не было в нем такой, знаете, стержня, который бы мог пробивать нас дальше. Вообще, в большом смысле этого слова. Пока мы были нужны большим игрокам, мы были. Когда мы остались только с Меладзе, получилось, что все закончилось. И давайте теперь тогда о создании группы БИС и дальнейшем ее существовании. Ты знал, что тебя вернут, соответственно, ты вернулся, мы все дико обрадовались. Вау, он вернулся, как Карлос, буквально. Создалась группа БИС. Реакция сообщества девчонок была предсказуема. Ну то есть магия сработала. Как ты, кстати, тогда это для себя отфиксировал? Режиссируемый процесс создания музыкальных коллективов – это истории десятки лет. Десятки. И то, что объединить двух сладких пупсиков в дуэт, в этом что-то есть. Тогда был просто определенный тренд на некую андрогинность вообще исполнителей для детско-подростковой женской аудитории. Тогда прям такие нравились. Сказать, что мы с Владом сразу понимали, куда нас поведут – нет, не понимали. Если бы понимали, я думаю, что и он бы первый уперся ногами. Начиная с названия, что-то нас начало немножко беспокоить. То есть тебя тоже беспокоило название? Конечно. Мне же дальше с этим жить. Я же понимаю, что если ты во что-то вляпаешься, от этого же потом сложно будет с этим потом что-то сделать. Жить надо так, чтобы было не стыдно оглянуться назад и посмотреть на бесцельно прожитые годы. Но там уже есть годы группы с названием «Биз». А что не так с названием «Биз»? Нет, нет, нет. Оно несколько противоречивое. Особенно при первом рассмотрении. Потому что мы, если мне не изменяет память, даже не сразу поняли, что это Бигбаев и Соколовский. Нам это пришлось объяснять. У меня тоже это пришлось людям объяснять. Я что-то наставал все поняли «Биз». Не просто так, да. И так как ныне и навсегда, при содействии Константина Меладзе, крестного отца этого коллектива, на свет появилась настоящая группа, новая единица в шоу-бизнесе. Группа «Биз», что в переводе на русский означает «Бигбаев и Соколовский». Все молодцы, Соколовский, Дмитрий Бигбаев. Я был очень рад вернуться. На тот момент мне это было важно. Может быть, для того, чтобы в общественном сознании не остаться неудачником, которого выгнали. Это тоже важно. Пусть это звучит меркантильно, но это важно. Мне было важно вернуться к Владу, потому что мне этот месяц было без него достаточно сложно, потому что, начиная с лета, мы были каждый день вместе. Можешь себе представить, да? Это сложно осмыслить даже. Как это так? Он теперь там, под камерами, а я теперь здесь. Я даже пройти к нему не могу. Это было тяжело. И вот когда уже был финал фабрики, мы с Владом понимали, что мы-то выиграли. Ну, мы-то выиграли. Мы понимали, что за нами есть финансовый ресурс в виде Пластининой, которая уже оплачивала создание клипа и, соответственно, продвижение этого клипа, первого клипа «Твой или ничей». То есть Кира Пластинина – дизайнер, имеется в виду, и папа, который, собственно, финансировал ее бренд. Достаточно состоятельным человеком. И вас, да. И мы понимали, что с ресурсом Киры Пластининой мы становимся действительно такой на лидирующих позициях, потому что часть нашего тура тоже была оплачена за счет Киры Пластининой, потому что мы в каждом из городов, если там был ее магазин, мы там работали. Тем не менее, да, мы понимали, что мы входим в будущее. Я, во всяком случае, понимал, я думаю, и Влад понимал. Несмотря на то, что он был очень юн, он всегда был в каких-то моментах очень-очень содержательным и взрослым. Что касается стратегического мышления, у него с этим проблем не было никогда. Согласились. Он меня этим удивил. Только в любви он был ветренен. А все остальное у него было крайне хорошо и на правильных местах. Простите, но это очень смешно. И, соответственно, было хорошо. Поехали, парни. Кто первый будет? Иди, ты молодой. Я уже старый. Бигбаев, ты не старый, ты хитрой жопой. Мне бы только прикоснуться и шепнуть тебе прости. Неприметно это то, что на твоем плече. Хорошо, хорошо. Только эту пустоту не... Хорошо! Пустоту обманом не запомнить Хорошо, хорошо. Прям хорошо. И начало тура было хорошо. Потом, конечно, потихонечку начало все рассыпаться, но полная катастрофа случилась на съемках клипа «Катя, возьми телефон», потому что деньги на этот клип уже искал я. Нам удалось их найти. И вот этот вот момент, деньги, чей спонсор, этот момент, когда мы увидели творческий результат этого клипа, то есть Влада накрыло. То есть вы же понимаете, как мы там выглядим? Это очень спорно. Это прям спорно. А для Влада это было болезненно. То есть если я, так сказать, играя там... Я еще тогда не играл Дориана Грея, но я уже пробовал эту роль. То есть мне перевоплощение, так сказать, это легко. Она тебе подходит, Дима. Прекрасно, кстати. Именно тебя возраст совсем не изменил в худшую сторону. Тебе очень идет. Спасибо. Спасибо большое. Вот. Но в целом для Влада это было уже прям совсем не смешно, если честно. Это сейчас я над этим хохочу. Попытаться увидеть вас. А что не так-то? Степень накрашенности. Ну, то есть степень нашей андрогинности здесь достигла определенного, да, уже предела. А кто был режиссер? Алан Бадоев. Алан Бадоев, понятно. Нет, ну, смотрите, понимаете, многие же не осознают, что это не мы, что этот творческий результат, это не наше желание, это не наше видение. Здесь мы были действительно артистами. Здесь мера моей ответственности была найти деньги на этот клип. Все остальное, все, занимались другие. Ну, вот. И потом, когда мы... Меня, кстати, ничего не смутило. Здесь вы роботы. Мальчики сладкие роботы. Я думаю, что больше сейчас население смутило бы как минимум розовая футболочка на одном из солистов и открытая плечика на другом артисте. Ярко крашеные волосы и, очевидно, крашеное лицо. Простите, это год какой? Седьмой. Это, поймите, давайте откровенно, опять же. Мы при всем уважении к европейской части нашей страны есть и другие части нашей страны. Это неотъемлемые ее части. И все вместе это общая культура. Она такая, какая она есть, так сложилось исторически. И для России это было очень спорно. Спорно. Ну, согласились. Сейчас я что-то пересматриваю. Я видел, когда мы выступали вместе с Валерием Меладзе на концерте, поклонники Валерия Меладзе кричали из портера. Валера, отойди от них, что ты делаешь? То есть, чтобы вы понимали, реальный отклик населения был странный. Я, например, на тот момент ездил на метро. Вы не представляете, как это было страшно, когда подходили и говорили, это что, ты поешь? Ну, то есть, ну, все серьезно. При этом песня стала радийным хитом, потому что по аудиальному набору она, конечно, так сказать, была идеальна. При этом она не получила ни одной премии, ни одной награды. Не за визуальную составляющую, не за аудиальную составляющую. Ну, вот здесь начались большие проблемы, потому что Влад, я так предполагаю, начал прям защищаться от всего того, что связывает с этим брендом БИС. Оу, как интересно. То есть, Катя, возьми телефон. Один из главных хитов группы, это фактически начало конца. Да, это начало конца. Клип, не песня. Я поняла. Потому что, когда песня, мы были на гастролях в Израиле, как сейчас помню. Нам отправляют сначала текст, там был плохой интернет. Мы увидели текст, мы подумали, что это ошибка какая-то. Но, представляете, текст. Катя, возьми телефон, это он, это он. И дальше это повторяется. Дим, самые лучшие вещи, самые простые. Вот и есть припев. Там еще было, но в тексте этого не было. Да. Потом мы, когда услышали, конечно, да, мы сразу все поняли, когда мы услышали уже аранжировку. И в целом, до момента, Катя, возьми телефон, конечно, с Владом были какие-то легкие разногласия. Он очень его задевало, то, что я во время интервью говорю все время. Ему не дают говорить. Хотя я как-то пытался и вывести на то, чтобы и ведущие ему задали вопрос. Но я просто, наверное, я виноват. Надо было быть постарше. И все-таки как-то вот ему давать себя чувствовать в интервью как-то себя более комфортно. Потому что для него это просто... Мы с ним даже подрались один раз из-за этого, из-за того, что я что-то не то сказал во время интервью. Мы до сих пор били друг друга. Хорошо, что мы их порой пригласили. У меня была мысль, конечно, их объединить, но потом я поняла, что это будет бред дичайший. Потому что настолько по-разному, по разным вселенным эти звезды уже, эти планеты функционируют, что нет, нет. А вы вообще согласились сейчас вместе прийти на интервью? Нам предлагали, но я хожу на интервью забесплатно. Но я так понимаю, что там был какой-то финансовый момент и не договорились с другой стороной. Ну, я думаю, что к нам тоже приходили все бесплатно. Вообще у меня нет денег на гонорары участникам. Нету. У меня зарплату-то еле... Как это? На продакшн все уходит. И то, что мы на рекламе зарабатываем. Ну, мне, кстати, иногда предлагают много денег за участие в тех или иных программах. Я вот еще ни разу не согласился. Я всегда отказываю. Давайте к моменту периода распада группы БИС. Как ты понял, что все заканчивается? Каким это было лично для тебя? Все заканчивается. Ну, мне действительно было в какой-то момент внутри коллектива невероятно тяжело эмоционально. Вот тот образ, который мы уже затронули, что ты как бедный родственник из семьи, из богатой семьи. У них они в достатке, а ты, в общем-то, как-то вот. Я в какой-то момент уже не мог мириться с этой ролью. Тем более, что я понимал, что в театре потихонечку уже набирают обороты, там, возможности, возможные спектакли. Все как бы хорошо. Здесь было две задачи. Ну, во-первых, вырваться без последствий из этого, из этой конструкции, в которой есть, так сказать, Влад. Причем, опять же, повторюсь, я его ни в чем не виню. Мы с ним помирились, хотя мы с ним и не ругались. Но, в общем, мы с ним в прекрасных сейчас отношениях. Но я понимал, что вокруг него целая инфраструктура, а самое важное, это его люди, и они все заряжены на то, чтобы его сделать сольным артистом и звездой. И я здесь был не нужен вообще в этой конструкции. Тем более, что уже даже участники группы «Х-миссия» публично обвиняли меня во всем том плохом, что было с группой «Биз», что якобы это я виноват в том, что к нам неоднозначное отношение, в том числе в шоу-бизнесе. И уже когда это было публично, уже было совсем неприлично. Я уже не хотел мириться с ролью единственного кривого во всем чудесном, прекрасном творческом коллективе. Ой-ой-ой, как-то все это вообще приятненько. Дальше мне нужно было придумать, каким образом мне все сделать так, чтобы для меня это было без последствий и с максимальной выгодой для Влада. Я все так и сделал. Я уже не помню, как было на самом деле и в конкретной последствии событий, но по итогу Костя отпустил меня с миром. А, нет, я выкрал свой контракт. Да, я его выкрал. И сжег его. Но мне кажется, да. А помните, рядом с Останкино был пруд? То он там до сих пор есть. Да, 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 да. Но сейчас его облагородили, он такой прекрасный. А тогда он был похож на лужу. Я вышел в контракт, вышел, поджег его и пустил по этому. Контракт с Первым каналом, да. Это прям удивительное ощущение. То есть я принимал... Вы просто... Это очень красиво. Я это не могу перестать визуализировать. Как он в рапиде плывет и сгорает. Да, да. И камера отъезжает, такая читерия. Для меня этот пруд вообще какое-то было место силы, потому что, ну не знаю почему, вот имело большое значение. Вообще это Останкино, когда-то оно было недостижимым, когда-то было мечтой. И вот тот момент, когда ты выходишь оттуда и думаешь, как хорошо, что я оттуда вышел. Как ты выиграл контракт? Я хочу эту историю в деталях. Если там есть сообщники, чья репутация может пострадать. Нет, сообщников не было. Когда же ты контракт-то увел? Контракт увел потом. Я договорился о встрече в провисорском центре с нашим генеральным директором. Я не помню как, честно, не помню. Она покинула кабинет. А я знал папки, заранее узнал место, где лежат все наши контракты. Я достал эту папку. Там были Сережа Ашихмин, Юля Паршутов, все. Но, естественно, меня интересовал только мой. Потому что свою версию, свой экземпляр, он был давно у меня. А этот экземпляр, это в суде может иметь большое значение. Я, собственно, его выиграл. Слава богу, никто его не хватился. За все это время никто его не хватился. Друзья, его нет. Это к разговору о менеджменте, который был вокруг наших проектов. Он был достаточно слабый, скажу я вам. И не потому что, а потому что никто не понимал, куда плыть. Потому что, видимо, кораблики, мы хоть и пели про них, но с капитаном не было определенной ясности. Неясен был курс. Куда и зачем. А потому что, дорогие друзья, все это было интересно только, когда шел сам проект, его телевизионная часть. А потом вы становились, скорее, абузой. Потому что зарабатывать на шоу-бизнесовых проектов в конце нулевых уже никто не мог. Если на старте это была многообещающая история, и при нормальном менеджменте, даже не со стороны канала, а со стороны продюсерского центра. Абсолютно согласен. Это история. Вот как в 2002-м долбануло, так Матвиенко их до сих пор. 20 лет в фабрике. Дует до победного. Корни, эгегей, группа, фабрика. Меняется. Родила, ушла, пришла. А там что листов меняет, но все остается. Так что при нормальном менеджменте ты абсолютно прав. Все работает и хорошо. И это можно монетизировать. А если мы говорим о телевизионной составляющей, вот вы три месяца. Прозвлекали народные массы. И до свидания. Чао. А вопрос, кстати, «Открой нам тайну». У нас же Влад Соколовский был. Да. Он сказал, что перед развалом Горбы Бис ты написал письмо. Костя Билан. Так вот, Дева подтвердила эту историю, только что слово в слово. Что написал ты там? Вот «Открой нам тайну». Даже Влад не знает этого. А еще дурак ему показывать. Он был частью конструкции. Ему нельзя было это показывать ни при каких обстоятельствах. Его нужно было об этом уведомить, чтобы он был готов. Чтобы ты не выглядел как двойная игра. Через голову ход. Ты просто сказал ему, что ты отправляешь письмо. Но не сказал. Да, там я говорил. Там нужно было... Я дословно не помню, оно было не очень большим. Потому что краткость «Сестра таланта». И я вот максимально его ужимал, ужимал, ужимал. Основной посыл был в том, что я признавал продюсерский авторитет, но при этом обращал внимание на очевидно просчеты в работе с нашим коллективом. Это, конечно, должно было задеть Костю. Это его сильно задело. Не учите меня жить. Вы, собственно, кто? Синки. Примерно, да, такую реакцию я у него и вызвал. Задача письма была... Как бы это так? Поругаться, но так, что можно было бы пожать друг другу руки. И вот все-таки правильно все случилось. Конечно, было очень плохо на последнем концерте. Потому что я знал, наверное, Влад знал, что это последний концерт группы «Биз». И даже, по-моему, часть поклонников уже догадывались, что что-то как-то происходит. Потому что я помню, я его так крепко обнял после концерта. Я надеялся, что у него все будет хорошо. Я, в принципе, прощался с артистической профессией. Ну, вот, так сказать, потом еще какое-то время попел. Ну, потому что были какие-то незакрытые гештальты, но это было уже не самое важное. Но вот с большой какой-то карьерой я попрощался тогда. И все вроде как на тот момент должно было быть по плану. Но пошло не по плану. Что он всегда где-то рассчитался. Пошло сильно не по плану. Закончился проект «Биз». И группа была. Апостол или как? Форпост. И форпост, и апостол. Вот форпост мне понравился. А ты же так стремился в театр. Тут смотрите. Еще раз говорю. Дальнейшая карьера, она, слава богу, стала хобби. Слава богу. Все-таки было много мечт. А я люблю все-таки свои мечты исполнять. Я захотел сняться в голливудском кино. У меня это получилось. И я теперь понимаю разницу подходов и принципов. И этот опыт работы на Западе мне очень сильно помог. Потому что то, как я выстраиваю рабочие процессы, продакшн, его работу, мне много помогает то, что я побывал там, понимаю, как это должно выглядеть в реальности. Потому что если смотреть только на то, как это происходит у нас, сложно быстро развиваться и расти. Я, кстати, на самом деле здесь скажу вот какую штуку. Я сама с этим столкнулась, что с точки зрения менеджмента в креативных индустриях, в креативной среде мы за последние лет 10 рванули сильно. Да. И благодаря тому, что как раз люди научились именно менеджменту, а это отдельный набор навыков, отдельная наука, особенно структурировать творческий хаос. Вот то, чем, кстати, в худшую сторону, возможно, отличался менеджмент на фабриках, и особенно работа с наследием. Вот в результате каждой фабрики каталог артистов появляется на свет. Только вот выстри процессы под каждого, управляй этим, и не будет этих поломанных судеб, многолетних депрессий после этих проектов. Но вопрос необходимости. Кому это нужно? Вопрос необходимости. Кому это нужно? Кому это нужно? Да. Именно так. В общем, менеджер. Да. Менеджер. Собственно, кино. Кино и форпост. Театр. Вот меня интересует. Форпост, да. Это тоже была мечта. Свой альбом, таких песен, которые мне нравятся, которые прошли через мою душу, которые я написал на кухне, вместе со своими друзьями, в определенном состоянии, закуривая, сказать, сигаретку. Сигаретку ли? Слушайте, у меня молодость началась где-то в 20, такая молодость, да, где-то в 24, 6, 5, вот где-то там. То есть все до этого, начиная с 15 лет, я учился, работал, был идеальным. Да, вот этот вот момент погулять, почувствовать себя настоящим трушным рокером, это все вот случилось уже тогда, когда, в принципе, у всех все закончилось, и все как раз начинают думать одни о грядущем. И это был как раз период форпоста. Мне, конечно, меня бросало из горячего в холодное, конечно, хотелось, чтобы песни были более признанными, более массовой публикой, но тогда действительно все менялось, трансформировалось, что-то было больше признано, что-то меньше. Параллельно были съемки в сериалах, попытка попасть на Евровидение, и, кстати, неплохое выступление. 12-й год, да? Да, отбор. Да. Хотел спросить. Вот именно, что с группой Форпост, и, возможно, во многом, благодаря предыдущему имиджу сладкого пупсика, вот этого романтического героя, люди тебя не могли воспринять как рок-звезду. Ну, не у всех получается, как у Токио Хотел, быть сладкими пупсиками, хотя вон сейчас братья Каулицы выросли, и они совсем там не сладкие пупсики, там все весьма брутально. И Дима Бигбаев, который еще не перестал быть пупсиком, а уже стал рокером. Я, честно говоря, у меня прям шаблон порвался. А поскольку мы тогда не очень общались, я почему-то перестал, ну, ты пропал с радара в какой-то момент, я такой думаю, Бигбаев, ты вообще в себе? Ты что творишь-то? Ну, а с другой стороны, было дико интересно, как тебя, кто с тобой это сделал? Оказывается, сам. Да, я всегда слушал такую музыку, всегда мечтал. Я помню тот момент, когда все завершилось. Это был конкретно написанный альбом действительно глубинно прочувствованных песен, за которые не стыдно, когда твоя песня, она действительно твоя, она в музыке отражает твой внутренний мир. И вот таких песен было написано на альбом, когда рядом с тобой не просто сессионные музыканты, а твои друзья, с которыми вы хватанули кучу всего, и хорошего, и плохого, разного, но вы вместе. Было большое выступление, это был день города в Пятигорске, это вот гора, куча людей, тысячи людей, и ты поешь полным лайвом, вот с этим ужасным саундчеком, потому что лайв барабаны, я ненавидел, ты сидишь полтора часа и ждешь, пока барабанщик все отстучит, что ему необходимо. И в этот момент я помню вот это, все сбылось, сбылось, все, я это, это случилось. И потом я помню следующий щелчок, что я, наверное, должен теперь идти к другой мечте, которая еще пока не случилась. И она вот меня вся поглотила. Это театр. Театр абсолютно точно. Слушай-ка, а зачем же вы тогда понеслись на Евровидение? Это еще 12-й год. Слушайте, объясню. Давай. Еще раз. Педагоги на фабрике звезд настолько устойчиво вложили и к редакторам эту мысль, и к Константину Ушотовичу эту мысль, что я плохо пою, не умею петь, вот что-то такое. И огромное количество времени и сил в моей музыкальной карьере мне ушло, прежде всего, у меня самого, для самого себя, чтобы доказать самому себе, что я умею петь. И когда это был прямой эфир, отбор на Евровидение, хотя я, поверьте, был не в самой лучшей своей вокальной форме, потому что у меня перед этим была премьера в театре ровно за день до. Голос был сорванный, но я все равно вышел и спел. Это ты? Да. Это нас, да? И спел я, надо сказать, неплохо. Ну-ка, ну-ка. Но тут, понимаете, какой важный момент. Все-таки отбор на Евровидение пою на русском. Все-таки уже тогда тренды чувствовал определенный. Тогда поехали бюрановские бабушки и все были счастливы, потому что это было дико удивительное действие. Потому что был Дима Билан с Юлией Волковой, был Тимоти с какой-то вокальной дивой. Один из самых странных отборов на Евровидение вообще во всей истории. И все просто дико радовались, что поехали бабушки. С Гарифуллиной. Тимоти был с Гарифуллиной. Да-да-да. Ну, я кайфанул на этом выступлении, потому что в этот день был день рождения моей мамы, и я смог ей в прямом федеральном эфире сказать «Мамуля, с днем рождения!» Это тоже была моя мечта. Ой, здорово. И она осуществилась. Слушай, ну с «Пати Фореври Вайзе» конкурировать бессмысленно, потому что там настолько непосредственная детская минута. Какая-то искренняя победа. Потому что действительно мы вот сидели со всеми участниками, причитывая их уровень, да, действительно, это уже те люди, которые были на Евровидении, даже выиграли его. Мы искренне все радовались, что едут именно эти артисты. Вопросов не было. И второе место они там заняли тоже. Мы все тоже очень радовались. Потому что Ларина – это, конечно, был неприбиваемый коток. Ну, Надежда была на первую. Ну, и бабушки молодцы. Всех в себя влюбили. Но главное, друзья мои, вот мне кажется, что это одна из самых жизнеутверждающих биографий вообще всех фабрикантов. Твоя. потому что очень жизнеутверждающая история о том, как ты должен найти себя, сам себя, и понять, что ты хочешь на самом деле, а не что хочет за тебя кто-то другой. Не проживать чужую жизнь, не соответствовать чужим ожиданиям от тебя, а они автоматически формируются у любого, кто смотрит реалити-шоу. И вообще у меня создалось с Димой впечатление, что ты такой прям перфекционист-отличник. Тебе надо, чтобы все было идеально. Да, это правда. Но я стараюсь бороться с этим. Ты же понимаешь, да, что это очень энергозатратная история. Да, конечно. Это очень опустошает. Мир несовершенен вокруг тебя. Не все подконтрольно тебе. И когда ты видишь там чужие несовершенства, кто-то где-то что-то не доделал, ты не можешь, чтобы все было идеально. Это правда. Но к идеальному состоянию и себя, и окружающих вокруг тебя обстоятельств и вещей стоит, конечно же, стремиться. Это тоже со своего рода дает энергию. Я не был в театре в городе Уссуриске. Я попал в театр именно в Москве. И оказавшись в театре, я понял, что это то, чем я хочу заниматься. И до сих пор, вот сколько лет, уже свои 10 тысяч часов я точно уже отработал, уже на разных стадиях. От монтировщика, артиста, композитора, автора, до вот теперь уже руководителя государственного бюджетного учреждения культуры театрального типа. Я люблю театр. И мечта попасть на «Фабрику звезд» — это, наверное, что-то было такое детское, что во мне просто в какой-то момент взыграло, и я подумал, ну, все-таки давай попробуем. Но это никогда не отменяло театр. В тот момент, когда меня удалили с «Фабрики» на, по-моему, три недели или на месяц, в общем, на какой-то серьезный такой перерыв, я моментально вернулся в театр. Я сыграл, там, по-моему, два или три спектакля, и я увидел, что вот как это работает! Полный зал, цветы, овации! Отлично! Не зря сходил, не зря сходил. И, в принципе, мне этого было бы даже достаточно, если бы меня не вернули. Но уж когда вернули, то, понятно, пути назад уже особо не было. Тут ты научился балансировать. Этот фарш обратно уже было не провернуть. Фарш невозможно провернуть. Назад – это факт. Грань между хайпом, продвижением, пиаром твоего нужного и важного внутренне наполненного продукта, конечно, это тоже хорошие уроки «Фабрики». И только как раз о чем ты сейчас рассказал. Ты можешь делать, знаешь, классный продукт в театре, но об этом, может, никто не знает. И это тоже нужно учитывать. Я нисколько не жалею. Вот об этой части своей карьеры, все-таки это профессиональная сфера деятельности, поэтому это карьера. Все, что было связано с медиапроектами, телевизионными проектами, проектами в прямом эфире, это все невероятный опыт, который мне сейчас сильно-сильно помогает. То есть в период, когда началась пандемия, все театральные проекты, понятно, остановились. И вот это понимание, как делается прямой эфир, как выстраивается медиапродукт, оно позволило создать огромное количество онлайн-проектов, которые действительно там два года просто поддерживали меня в определенном уровне жизни. Поэтому я благодарен каждому этапу своей жизни, в том числе фабричному, потому что это кусок, кусок души, здоровья, и, конечно, это счастье. Это все равно счастье. Артистически счастлив я тогда был. А можно я уточню? Давай. Ты, получается, сейчас федеральный чиновник? Я вообще не считаюсь чиновником. Чиновник – это тот, кто работает непосредственно в исполнительной ветве власти. Я работаю в учреждении культуры под ведомственным департаментом культуры города Москвы. То есть, конечно, номинально я могу считаться сотрудником департамента культуры, но фактически я под ведомственное учреждение, руководитель под ведомственного учреждения. Это немножко другое. То есть он руководитель, но не чиновник? Да, я не чиновник. То есть расти есть куда еще? Нет, это не расти, это переключение немножко деятельности. У меня много. Менеджер. Я бы, наверное, употребила слово менеджер от культуры. Да, управленец. Я помню тот момент, когда я понял, что я все сказал как актер, когда я все сказал как певец. Ну, то есть внутри тебя наступает такое перенасыщение, ты такой, ааа, все, вот ты об этом мечтал, ты это исполнил. Я эти моменты помню. Сейчас, конечно, мечта – это театр, это свой театр, авторская. Авторское искусство. Конечно, это отраслевое признание, это очень-очень важно, потому что быть признанным в театре – это не совсем то же самое, чтобы быть признанным массовой аудиторией. Ой, Дима, ну, учитывая то, какой ты перфекционист, мне кажется, что это только вопрос времени, надо тебе дать этот разгон. Тем более тот спектакль, на котором я была, он вселяет некоторые надежды на то, что ты движешься в правильном направлении. А я была на спектакле под названием «Милаха», который был поставлен под продюсерско-режиссерским, в том числе, руководством Деми Бекбаева. Старушка пустила. Деми. Скупую слезу. Мне понравилось. Скажи, пожалуйста, когда сейчас ты понимаешь, что ты… Нет, я не так сформулирую вопрос. Ты можешь сказать, что сейчас ты живешь ту жизнь, которую ты хочешь сам? Сложный вопрос. Дело в том, что сейчас у меня другая дилемма. И она тоже очень мощная. У нас не очень много управленцев ярких, которые могут брать на себя ответственность и достигать поставленных целей и задач. И даже формулировать эти цели и задачи. И учитывая, что действительно там этим тоже нужно заниматься, для того, чтобы было обеспечено движение, в том числе в культуре, приходится много продюсировать, администрировать, как угодно это можно назвать. В общем, быть администратором в каком-то глобальном смысле этого слова. А я все-таки творец. И сейчас уже пришла пора, когда нужно определяться. Об этом говорят и театральные критики. Об этом говорят и те руководители высокого уровня, которые говорят, ну, давай, давай, вот регион, вот, пожалуйста, давай, давай, давай. Вот большая организация. И я все-таки, да, становлюсь теперь защитником творческого человека внутри себя, художника. Он тоже нуждается в защите. И несмотря на то, что ты обладаешь большим количеством знаний, умений и прочего, но в какой-то момент нужно четко сказать, я проживу вот эту жизнь. Я так решил. И кто бы меня куда ни звал, кто бы чем ни манил, кто бы как бы аргументированно не доказывал, что у меня действительно большой талант управления. Я должен двигаться туда, куда велит мне сердце. Ради чего я рожден. А мне кажется, я рожден для того, чтобы формулировать образы на сцене, которые бы были созвучны с теми переживаниями, которые люди испытывают в жизни, приходя в театр. Чтобы был вот этот творческий обмен человека к человеку. Я вот за это искусство. И я должен это сейчас защитить. У тебя получается? Или все же... Можно же ведь заставить человека быть не тем, кем он хочет? Конечно, можно. Я не знаю, тут аргументы будешь ты... Вот Кирилл Крок, например. Вот он управленец-управленец. Да. Он как раз больше всех меня агентирует за то, что нужно оставаться менеджером. А вот, например, Марина Райкина, критик, один из ярчайших критиков нашей страны, театральных людей. Она как раз говорит, Дим, понимаете, если вы будете пытаться усидеть на двух стульях, вы не сможете позволить себе высокого полета. Такой, как, например, был у Римаса Владимировича Туминоса. Ну, то есть для того, чтобы создавать произведение на таком уровне, нужно совершенно иначе погружаться в творческие процессы. Понятно. То есть ты или режиссер, или управленец. К сожалению, да. А тебе приходится сейчас сидеть на двух этих стульях? Потому что у меня пока нет своего театра, но я уже организовал себе местечко. В центре Москвы неплохое. И новый манеж. На мне еще висит такая серьезная ответственность за все частные инициативы в театральной сфере в городе Москва. И я эту лямку тоже тяну, потому что быть частным театром в нашем городе пока сложно. И я должен предпринимать определенные шаги и действия, убеждать, защищать интересы частного сектора в креативных индустриях, которые занимаются театром, для того, чтобы все стало получше. Господи, я вот сейчас на тебя смотрю, у меня прям два бигбаева. Ты знаешь, немножечко сцены. Господи, это был голым. Вот это вот его диалог с кольцом. Вот это нет. Я режиссер, я хочу творить. Нет, Дима, ты должен быть управленцем. Вот деть вот сидя. Значит, ничего с фабрики не поменялось, и ты по-прежнему раздираем. Так? Для того, чтобы достигнуть определенного результата, иногда нужно пройти путь. И этот путь не всегда комфортен и приятен. Но если ты его пройдешь, и ты знаешь, ради какой цели ты идешь, то ты будешь в дамках. Я просто в пути. И сейчас я мог бы занять позицию ученика великого творца. А могу идти своим путем. Вот я иду своим путем. И он, конечно, требует и менеджерской хватки, и предпринимательской хватки, и много всего другого. Я вынужден отвечать на эти вызовы судьбы, вызовы судьбы, для того, чтобы в итоге, как мне кажется, позволить себе самое дорогое, о чем я мечтаю, творческую свободу. Конечно, хочется сейчас услышать пару строчек из великих хитов группы Би с в исполнении Дмитрия Бигбаева, а капелла. Я уверена, что за мной стоит огромная армия, господи, как они там назывались? Бигбайкеры. Бигбайкерши. Девчули, давайте направим сейчас энергию на Дмитрия, и он нам сейчас поет две строки. Если вы не возражаете, я бы хотел спеть песню, за которую я действительно очень благодарен этому проекту. Куда ты попал? В нем был такой номер, который не должен был выглядеть самым крутым. Мы сегодня разобрались, почему. Но сама песня, как мне кажется, она очень крутая. Я дико волновался, когда я ее записывал, у меня в руках была икона. То есть я настолько волновался, настолько я был уже тогда в эмоциональных, таких серьезных перепадах, что нужно было вера во что-то большее, чтобы найти эти силы. Я благодарен и продюсеру, и композитору, и автору слов. И, конечно, первому каналу все равно я невероятно благодарен за осуществление мечты, за то, что поверили, взяли и подарили эту возможность быть на связи с таким количеством людей и сделать их жизнь, прежде всего, другой, более счастливой. Вот. Давай. Давай. Утонуя в шуме города, со своей душой расколотой грущу. С утра сам тебя навеки отпустить, просто по неосторожности я мог. Вчера. А сегодня на мгновение Ты закрыла, как затмение, С собой весь свет И прошла, как стрела Через сердце в рассвет Через сердце в рассвет Не по шелку, а по сердцу Кто-то вышел золотом Имя той, что я зову мечтой Не по шелку, а по сердцу Иду за нитью золотой Чтоб найти любви Живой цветок Живой цветок Живой цветок Победитель фабрики звезд 7 Дмитрий Бегбаев Дмитрий Бегбаев Победитель фабрики звезд 7 В параллельной вселенной Дмитрий Бегбаев Ура! Спасибо, спасибо огромное Потому что Ну вот сколько ты хочешь, Даня, ну иди Но нет здесь никаких победителей И проигравших Потому что жизнь Решает всю жизнь И правда Я всегда говорю в таких ситуациях Встретимся через 10 лет Встретимся через 20 лет Встретимся в вечности В конце концов Ну потому что Значение люди имеют В данном случае и артисты Если они Чью-то жизнь, кроме своей Сделали лучше Вот собственно и все Ну вот тут все Ради чего вообще все это затевается Это сладкая иллюзия Это то, о чем вообще Все виды искусства На этой планете созданы Я сейчас Живу с мамой То есть на одном участке У нас два разных дома С мамой Потому что Папа ушел из жизни Это была такая Достаточно большая Трагедия для нас Но мы нашли Всех преступников Которые были причастны К его трагическому Уходу из жизни Они все уже Преданы суду Находятся в местах Не столь отдаленных Такая Достаточно болезненная Для меня тема Потому что Папу я очень любил Это был главный человек В моей жизни Это случилось Я не считаю года Какое-то количество Лет назад Это случилось 31 декабря И я теперь Не очень люблю Всю эту предновогоднюю Суету Вот Но мы Я надеюсь Что уже перешагнули Через это Понятно Что боль Потери близкого человека Она никогда не уйдет Она просто как-то Трансформируется Уже Я своему отцу Посвятил И произведения Определенные Спектакли И конечно Я внутри себя Принял очень многие Вещи Связанные с его уходом Конечно То что Восторжествовала Справедливость То что нам удалось Найти преступников Которые Непосредственно Оказали Влияние На то что он был Вынужден уйти из жизни То что Справедливость Восторжествовала Это дает Тоже определенные Ощущения в жизни Как-то через это пройти Через это перешагнуть Но его конечно Сильно не хватает Прости Димочка Прости Я думаю что сейчас Очень многие Наши Подписчики И те кто смотрит Этот контент Совсем не понимают О чем идет речь То есть Произошло Какое-то преступление Касательно твоего отца Да То есть Его довели до самоубийства Да То есть это уже прям доказанный факт Это доказанный факт Какой кошмар Причем это достаточно сложно доказуемая история Как выяснилось И судебный процесс длился около двух с половиной лет Это все время были Сначала очные ставки Допросы Встречи с следователем Потом суд Когда ты видишь этих людей И ты должен говорить Как оно было Подтверждать свои показания Все это было так Очень тяжело Морально Но мы с этим справились И сейчас Сейчас уже проще Хотя конечно Это уже никогда не будет просто Потому что Папа был очень творческим человеком Хоть был и бизнесменом тоже И он неплохо выстроил бизнес в Москве Несмотря на то, что мы действительно начинали с нуля здесь все Но именно вот это его открытость Этот излишний романтический подход к жизни Творческий подход Который им не передался Собственно все мое творчество Это скорее всего от него пришло Оно не позволило ему защитить свою психику Защитить себя В момент такого серьезного вызова То есть вот когда случилось вот этот Ну назовем это рэкетом Хотя вот его тоже есть свое юридическое определение То есть он не смог отстоять себя Вот То есть это был рейдерский захват бизнеса фактически Ой господи боже мой Ой Ну это совсем конечно Переписывает вообще всю картину И вообще все Перепрошивает все восприятие Публичного образа Вот такого спокойного внешней Димы Я думаю да Мне очень жаль Что он много чего не увидел И не увидит Мне очень жаль Мне его конечно очень не хватает Потому что Так сложилась моя жизнь Что я нахожусь Большую часть времени один То есть когда твоя карьера развивается быстро Когда ты сам летишь по жизни Все время в рост Ты должен какие-то жертвы приносить И одна из этих жертв Это отсутствие личной жизни Отсутствие времени на самого себя Ну сейчас я вот поддерживаю маму Потому что ей достаточно непросто одной Брат женился У него супруга Они живут понятно вместе Строят ячейку общества Вот А я вот Живу рядом с мамой От отца я всегда чувствовал Вот эту абсолютную любовь И сейчас так случилось Что я живу без этого ощущения Что меня кто-то действительно любит Может быть кто-то любит Но ощущения такого у меня пока нету Ни от какого человека рядом И это достаточно сложно Поэтому Вся любовь Все желание жить Все мысли и чувства Которые есть у меня Все чем я наполнен Я Отдаю через Свои спектакли Зрителям В надежде что Они Будут чувствовать себя Менее одинокими Я и книгу-то написал в период бис Не потому что Я такой автор А это же сколько было во мне Сейчас я об этом вот Думал Не так давно Сколько же во мне было Желания Чтобы меня Кто-то со мной поговорил Что аж на книгу хватило А книга у меня про то Как Быть не одиноким в этой жизни Еще чего-то Потому что большую часть времени Я был один К сожалению Вот Я надеюсь Что папа бы гордился А я уверена абсолютно Зима Но я еще Позволю себе одну Возможно Некорректную фразу Но как мне кажется Она очень относится К тебе Нераненых художников Больших Просто не существует По крайней мере Я их не встречала Тот кто умеет Исцелять других искусством Какой-то То ли надлом внутри То ли какое-то Ощущение преодоления Оно мне кажется Присутствует У большого художника Или какое-то Жизненное потрясение Только тогда человек Обретает Как мне кажется Возможность Возвыситься Над этим миром Какое-то глубинное Понимание души Человеческой Мне кажется Во многом Это про тебя Спасибо И мне было Очень приятно Пообщаться Одно из самых Мне кажется Интересных Наших интервью Глубоких разговоров Потому что я правда Я вначале Очень испугалась Я испугалась Что я увижу Чиновника от культуры И для меня Это было Как такое может быть Я очень рада Ошибиться Форма не имеет значения Имеет значение Только то Чем наполнено Какое содержание Внутри Вот